приветствую привет я думаю меня хорошо слышно видно нет ты судя по всему когда мы на тесте делали у тебя был другой микрофон мне кажется проверь вот теперь хороший микрофон вот теперь отлично слышно поставьте плюс в чат если вы слышите видите григория и я тебя вижу и слышу отлично в случае рад приветствовать рад видеть на канале и жил о к ты как-то довольно очень активно влился в жизнь чата ежетоковского за последнее время знакомились мы еще наверное чуть чуть пораньше того как ты влился в наш чатик давай пару слов плюсики не ставят но пишут тебе привет давай пару слов расскажи о том как ты вообще связано с локомотивом потому что ну ты довольно как сказать часто мелькаешь в интернетах и попадался мне в том числе в моем рекомендуемом youtube а вне контекста локомотива хотя не то чтобы у меня там было много разных видосов вне контексте вообще футбола вот но узнать я со стороны как болельщика локомотива в общем-то я мне не удалось я не знаю ничего об этой стороне твоей жизни поэтому расскажи о том как локомотив попал твою жизнь как ты вообще вот пришел к болению все началось на самом деле чемпионата мира 2002 года я смотрел футбол и до него но скажем так что я прямо следил это именно тогда корея япония вот да это первый первый принципе чемпионат мира который я смотрел очень внимательно и после этого стал следить за футболом и потом однажды зимним вечером я болел лежал значит около телека и шел матч лига лиги чемпионов это был матч локомотив брюги который закончился счет на 2-0 тогда жулио цезарь и лоськов забили по голу и в общем то после этого я понял что нужно смотреть за этой командой и буквально через получается сколько несколько дней по моему 13 до ноября был матч и что-то в 20 числах был золотой матч они как раз выигрывают чемпионство вот ну и после этого я понял что я буду болеть за эту команду как-то так вот случайно 2002 год вот прям вот так плотненько вошел в твою жизнь футболом да да но до этого я говорю я так посматривал но нельзя сказать что прямо сильно интересовался вот тогда прямо начал а ты москвич активно изучать они вообще но смотрел я чемпионат мира 2002 года в москве тогда я уже жил в москве так в целом я из омска именно поэтому лучше трансфер в жизни моей это был переход дмитрия свечева из марселя в лока потому что тогда мою любимую команду перешел мой земляк и это было круто но опять же 2002 год дмитрий свечев я думаю многим запомнился влюбился и понравился я в общем-то гордился тем что мяч играет на чемпионате мира да ну гордился тем что на самом деле с этого вот действительно все началось в том числе потому что ну я же тогда хорошо не ориентировался в игроках сборной и мне в общем-то мой дядя с которым я смотрел чемпионат мира сказал что вот там наш земляк играет амич дмитрий свечев ну все запомнил с тех пор пошло это кстати очень часто на этом канале и в целом у себя в телеграме я говорю о том что боление за футбол в принципе за какую-то конкретную команду она начинается практически всегда с какого-то конкретного человека который тебя по какой-то причине цепляет ты вот значит начинаешь за одной персоной следить но потом эта персона в каком-то клубе ты начинаешь уже чуть больше границ раздвигать раздвигать и вот ты уже болеющий какой-то какого-то конкретного клуба и практически всегда с кем не общаюсь в начале всегда есть какая-то вот это вот одна персона из-за которой ты погружаешься в мир футбола все так буквально и было да ну конечно тогда играл в марселе когда был матч с брюги да и золотой матч он естественно не играл за локомотив 2002 года но тем не менее как бы как-то я именно обратил внимание на сборную россии на футбол стал пристально смотреть во многом из-за того что мне тогда сказали что наш земляк играет сборной было интересно но волей судьбы я не стал болеть за спартак повезло очень сильно повезло я еще помню 2002 год ну я много раз рассказывал о том что мое боление начиналось примерно в 98 году когда был чемпионат мира во франции но я еще не знал ничего толком про российский футбол я думал что футбол это вот чемпионаты мира что это лига чемпионов вот это все я смотрел прям очень сильно и пристально а потом где-то в 2001 году узнал о том что есть еще и такая вещь как чемпионат россии и уже ну там тоже манч со спартаком нигматуллин отбивает пенальти тоже все много раз рассказывал но 2002 год вот чемпионат мира этот я уже смотрел понимая что я болеющих локомотива и ну там в этой сборной 2002 года все это уже проф деформация голове от московской федерации футбола в сборной россии который играл на чемпионате мира 2002 там практически не было игроков локомотива они все были сосредоточены где-то вот в линии обороны и там был вот мой как раз любимый вратарь республики руслан нигматуллин про него делали как раз вот перед чемпионатом мира 2002 года фильм вратарь республики назывался сравнивали там с ренатом досаевым и все такое вот но почему-то игроков локомотива в этой сборной было очень мало но я все равно очень сильно болел и переживал за сборную россии тогда еще чувствовал себя ну наверное в большей степени болельщиком сборной россии и российских клубов чем болельщиком локомотива но наверное после 2002 года и дальше уже крен начался в сторону локомотива как-то сразу же влился то есть но вот после того самого матча с брюги и потом как бы золотого матча я себя стал ассоциировать именно с болельщиком локомотива вот причем я никогда сильно не болел ни за один зарубежный клуб у меня никогда не было какого-то такого фаворита хотя в классе у меня было много ребят которые болели ну тогда понятно галактика собирали за мадридский реал да кто болел за манчестер юнайтед понятно что мне нравились определенные игроки но в общем-то сказать что я прямо как-то так очень пристально следил за тем что происходит в этих клубах нет это неправда как бы я вот сразу же влился футбол и начал болеть за локомотив сразу так а скажи период между тем как ты влился вот футбол просмотровый и тем как ты пошел на стадион например за локомотив болеть большой период прошел или нет ни очень не очень большой период я ходил на локомотив динамо мой первый был матч и это был уже матч 2003 года то есть это получается сразу же и пошел сколько тебе было так мне мне еще не исполнилось 14 то есть ты вот прям вот совсем молоденький ты один пошел или с компанией или я с братом пошел и с дядей я с братом и с дядей я и брата младшего тоже подключил семейный поход она на футбол получился да 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 так и есть так и вышло ну и в целом я потом достаточно много ходил я ходил или на восток или на юг вот на юг обычно родители об этом не знали когда я ходил на восток отпрашивался честно вот ну где-то до 2008 года я много ходил но самый крутой матч который посетил я туда ходил с отцом это локомотив интер 3-0 он купил на западную трибуну мне на день рождения билеты и матч был в 20 числах октября у меня 19 октября день рождения и мы с ним вместе ходили и это было конечно очень круто что это был первый матч лиги чемпионов на который я сходил и 3-0 и матч феерический просто какой-то и гол ласькова на второй минуте сразу же но наверное самое яркое впечатление посещение футбола в целом за всю мою жизнь ну слушай я прекрасно понимаю потому что вот это вообще во первых возраст такой когда все впечатления очень сильно яркие и получать вот эти вот эмоции впечатления это уже на всю жизнь и любовь будет к клубу на всю жизнь безусловно и локомотив того времени это конечно прям супер яркий локомотив это каждая фигура это легенда фактически будущее и дальше она только все сильнее сильнее это тебе очень сильно повезло вот но там да много было замечательных людей не только со знаком плюс но и со знаком минус потому что были великолепные например жоржа вангер вагнер и лиандро бразильцы которые там приходили в ранге каких-то звезд чемпионата бразилии в итоге на двоих матчей 7 что ли сыграли ангусанья и саканьенда и прочие тоже прекрасные ребята ну да все было а что это тоже история локомотива с другой стороны был франциска лима ну да естественно когда мы все-таки вспоминаем тут локомотив то это это евсеев это лоськов это хохлов это общинников это ликхета это ну много-много классных имен с каждым из которых ну кстати вот один из самых любимых легионеров за всю историю локомотива это до сих пор ликхета вот как ни крути все равно очень крутой был левый защитник и он же не очень долго играл то на самом деле но в памяти очень так ярко врезался а вообще кто твои любимые футболисты но про дмитрия сычева мы уже поняли кто вообще вот опять же датка посмотрел 2002 год золотой матч лоськов там забивает гол но сычева еще нету кто тебе врезался в память кого ты полюбил кого запомнил но до сычева мне больше всех нравился измайлов команде и в общем то мы начали потом уже болеть вместе с другом с моим школе и когда мы играли футбол во дворе я бегал с майкой измайлова он бегал с майкой лоськова вот у него еще прическа была тогда как раз под лоськова и в общем то у нас даже в общем-то в интернете ники были у меня был марат него изма у него значит лоськов вот но то что я помню а так целом ударил измайлов лоськов не очень сильно нравился сенников мне нравился ликета это из того самого да локомотива если говорить ну нет именно тогда просто я имею ввиду вот если говорить про тот самый золотой локомотив кто пожалуй мои самые любимые были игроки ну то есть действительно измайлов лоськов мне в принципе нравился уже если говорите с более поздних времен мне иванович очень нравился и вот сычев естественно как бы о нем я уже сказал мне в целом очень симпатичен был фарфан но это совсем уже дальние времена уже новое время между ивановичем и фарфаном такая пропасть а ну к сожалению мне кажется это у многих схожая пропасть возникает нет но я бы я когда вот говорил о том что ты тебе повезло потому что пошел на стадион смотреть на вот этот чемпионский локомотив локомотив 2004 локомотив который в лиге чемпионов там покуражился кого только не обыгрывал у меня история чуть похуже то есть я с одной стороны раньше начал интересоваться футболом болеть за футбол и за локомотивом следить с другой стороны на стадион я пошел гораздо позже то есть мой первый поход на стадион это уже был период после палыча это был муслиновский локомотив и дальше дальше там абики вышевец и все такое вот потом муслиновский это хороший был локомотив на самом деле мне он нравился да но я застал самый последний фактически матч муслина и после этого я даже толком муслина то я не застал я пошел как сказать я вот начал ходить на стадион но я сначала ходил на молодежную команду потом какой-то матч зацепил ну просто вот так а первый вот осознанный поход на футбол на локомотив это был вообще выездной матч в петербурге когда муслина только-только сняли то есть когда покупал билеты в петербург на этот матч муслин еще был тренером локомотив еще был на первом месте вот мы приехали в питер и оказалось то что и тренер дал матов и чё-то футбола нету 14 как-то все очень неприятно складывается вот ну это все история я много раз про это рассказывал не будем сильно повторяться смысл в том что когда я пошел на стадион и люди которые вот начи начинают болеть вот начиная с периодом 2007 2008 2010 2012 ну это просто люди у которых какое-то вот не знаю любители пострадать любители более и унижение потому что ну так конечно были интересные ребята конечно были интересные игроки но такого чтобы там ласьков такого как сычев такого как измайлов у нас вот у этого поколения перед глазами но вот только вот лишь миранчук появился там в 2013-2014 и вот мы миранчуки тоже мои любимые игроки и алексей и антон неистовый хлюга да они рефат на самом деле очень сильно не ну понятно дело очень много приятных людей но вот например долгое ну как долгое время воспитанником локомотива за которым приходилось следить был денис гушаков например ну так да я помню я помню этот период не самая приятная история не самые приятные воспоминания у меня у сына на самом деле получается примерно такой же опыт забавный ну как забавный тяжелый опыт он у меня стал увлекаться активно футболом 2021 году когда евро показывали и мы с ним вместе заболели к видом лежали дома и так получилось то что мы почти все матчи смотрели на чё еще делать как раз идет они друг за другом по несколько матчей там в день там соответственно и они там перерывы небольшие были евро который в прошлом году да был да 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 который в прошлом году был ну и он сначала как-то особо не обращал внимание то есть нельзя сказать что ему было прямо интересно а потом вот он сначала смотрел только матчи сборной россии потом стал смотреть уже плей-офф и я смотрю что я даже его не зову он сам присаживается рядом ему интересно становится он смотрит вот и после этого он начал спрашивать меня про команда за кого ты болеешь я ему рассказал что локомотив мы смотрели с ним вместе значит матчи по телеку как раз вот это все немецкая перестройка пошла ну и в общем то в первой половине сезона то все было не так уж и плохо потом я думаю пойду я значит сыном первый раз хожу на футбол и думаю ну надо сходить чтобы это не был не не был травматический опыт хочу и купил билеты на локомотив енисеев прошлом году но такой осень не травматический опыт мне кажется что для такого не самого искушенного наблюдателя смотреть матчи с енисеем даже с ну все равно как-то это мир же просто думал что как бы скорее всего там я покупал еще до того как стало известно что общем-то гиздель уехал вот я думал что это кубок что в общем то команда все-таки не рпл и поэтому будет нормальный опыт с точки зрения как бы результаты и так далее но у меня не ничего не предвещало такой страшной беды но там был очень красивый гол через себя да это правда это правда но как бы уводил я сына в слезах с трибуны вот но после этого был слезах ты или сын нет он он в слезах был конечно если бы я еще плакал то я думаю что было бы все еще хуже но зато потом мы с ним ходили на много других матчей и например вот на локомотив спартак на снежное дерби ходили когда выиграли 1-0 когда изидор забил гол учитывая сколько мы в итоге провели на стадионе там суммарно наверное чуть часов 5 мы были там вот это тоже один из таких ярких запоминающихся матчей но скорее не столько футболом сколько вот самой атмосферой и погодными условиями чемпионство 17 18 ты как-то обошел вниманием был на стадионах смотрел или куда нет на стадионах я не был я так получилось то что где-то наверное 2008 года я на стадион почти не ходил это было связано не с тем что локомотив хуже стал играть сколько просто тем что у меня сильно изменились обстоятельства жизни я сначала поступил в университет потом я начал много там работать женился достаточно быстро и в 2012 году уже делился уже как-то вот семейные дела все это ну я особо не пытался сделать так чтобы вот локомотив футбол все это активно проникало мою семью ну то есть это мое дело я этим занимаюсь этим интересуюсь но не более того и соответственно как бы чемпионство я встречал один но очень было радостно связи с этим вот без каких-либо таких вот ярких фанфар даже на самом деле не все знали что в моем окружении что у меня вообще-то любимая команда выиграла ну как-то вот я привык потому что я спокойно один смотрю футбол у меня просто семье вообще никто не интересуется не мама не папа не братья но двоюродные у меня интересуются вот родные никто особо толком не ходят не смотрят вот жена тоже до недавнего времени совсем не интересовалась сейчас уже и сложно не интересоваться стал активно семью подключаешь к боли ну и знаешь как бы часто родители мне рассказывали что они учились четыре раза пять раз в школе потому что как бы ну мама вся во всяком случае она один раз сама прошла школу и четыре раза еще со своими четырьмя детьми и вот сейчас тоже самое у меня с точки зрения боления за локомотив происходит потому что но я вместе с сыном все заново по ходу дела прохожу ну естественно тут же и жена подключается вот но у нас сейчас ничего кроме футбола уже в доме нет потому что сын у меня какой-то совсем фанатик в этом плане вот ну я уже поддерживаю увлечение мне самому интересно мне самому нравится но нет конечно я был рад чемпионству что уж там говорить и каждый кубок я тоже радовался и смотрел все матчи и лигу чемпионов я смотрел и лигу европы я смотрел что бы ни происходило кто бы ни играл но как бы часто было так что мне приходилось уходить из комнаты где был телевизор и там на мобильном телефоне на компьютере там на кухне досматривать матч потому что всем остальным мешал скажем так было есть похоже будем плавно переходить уже к собственно тематике сегодняшнего вечера и очень кстати как раз приходится вот эта вот тема про семейное твое боление расскажи пожалуйста я человек тоже семейный но без детей без вот такого вот такого вот бэкграунда похода на стадион насколько наш стадион насколько стадион локомотива вообще приспособлен к тому чтобы посещать его с детьми и насколько важно современному футбольному клубу быть пригодным для посещения с детьми вот именно ну ну такой вот точки зрения пополнения финансами касательно нашего стадиона все стало сильно лучше когда открылся семейный сектор во всяком случае как бы там есть отдельная комната где случае чего там дети могут и погреться и там в общем то ассортимент того же самого бусета намного больше есть возможность купить ту же самую сосиску в тесте потому что у меня например сын не ест хот-доги из-за того что там соус и вот там есть в общем-то туалетные комнаты тоже более удобные сиденья там более удобные и в целом конечно извини тогда прерву тебя потому что смотри семейный сектор был организован довольно давно еще в 2012 по моим 13 году впервые он появился и я даже не будучи человеком с детьми как раз покупал абонемент именно в семейный сектор потому что он стоил достаточно дешево но при этом давал необходимую степень комфорта долгое время этот семейный сектор был он был продолжал быть таким же дешевым каким собственно мне кажется он и должен быть потом вдруг внезапно на него сильно взвентили цены а потом опять же вот я сейчас уже не очень знаю но по моему как таковой семейный сектор со стадиона пропал по крайней мере там где раньше был семейный сектор теперь уже всякие web лаунжи и прочие зоны а семейный сектор просто вот типа растекся по стадиона и поправь меня если я не прав сейчас сейчас уже не так просто сейчас посещать с детьми стало, можно практически на все трибуны ходить, за исключением Южный. Ну и, соответственно, Северные трибуны. Семейного сектора действительно долгое время не было. А потом заново, вот как раз это к этому сезону произошло, его организовали, и он выделен как раз для посещения родителей с детьми. А где он сейчас находится? Сейчас он находится на, соответственно, западной трибуне под этим, господи, фанбет лаунж. Примерно где он раньше и располагался. Нет, слева, слева. Ну как смотреть, если на трибуны на западную, то справа будет один ВИП, по-моему, Тбау ВИП называется сейчас, и, соответственно, слева семейный сектор. Ну, конечно, это стало, конечно, намного удобнее, но есть определенные проблемы, потому что я помню, что мы ходили, когда на Спартак, вот как раз с ним 1-0 выиграли, и у меня сын считает, что это трибуна фартовая, а семейный сектор не очень фартовый. Я его уговариваю обычно пойти на семейный, а он говорит, нет, пошли на восток, там, в общем, нам везет. Он еще быстро подхватил тему с суевериями, с тем, что нужно делать, чтобы твоя команда выиграла. Примерно так, да. Это довольно забавно, потому что, мне кажется, у каждого появляются такие приметы потихонечку со временем, когда что-то ты сделал, твоя команда выиграла, и ты вдруг просто, понимая, что это абсолютно иррационально, вдруг зачем-то начинаешь это самое повторять. Ну да, да, да. Ну, вроде бы как сейчас я его уже убедил, что надо ходить на семейный сектор, но вот на кубок, если все будет хорошо, пойдем туда. Окей, собственно, вопрос-то продолжается. Сейчас, вот просто, насколько я понимаю, весь футбол, весь мировой футбол, он идет к тому, чтобы сделать, собственно, матч именно семейным делом. То есть фанаты, болельщики, там, ультрас, которые приходят, что взят болеют, это, конечно, все очень здорово, но вы даете в казну клуба буквально там три копейки, а семьи тратят много денег. Насколько это вот вообще тема для российского футбола, в том числе пригодная и, в частности, для локомотива, видишь ли ты какие-то подвижки в эту сторону? Ну, мне представляется, что, безусловно, в этом отношении, конечно, ведется работа, особенно если учесть, что, в общем-то, очень активная часть фан-базы начинает отсекаться в связи с введением фан-айди. У клубов, в общем-то, мало что остается, кроме как привлекать тех людей, для которых фан-айди не является чем-то, ну, таким ужасным, с чем они могут заморочиться, если их дети интересуются футболом, да? Ну, во всяком случае, я не вижу здесь каких-то таких серьезных препонов для семейных детей, там, оформлять фан-айди, они вряд ли будут переживать в этом отношении, как бы, и явно вряд ли будут участвовать в протесте. Поэтому я полагаю, что, в целом, как бы, это, особенно в текущих условиях, достаточно важная история. Кроме того, я думаю, что это также же связано, в том числе, и с имиджем футбола, как таковым. Ну, у футбола был, скажем так, достаточно радикальный имидж, во всяком случае, в России в нулевые годы. То есть, ну, например, почему меня родители никогда не отпускали на юг? Потому что они знали, что там фанаты. А тогда считалось, что фанаты, это целиком, полностью такие радикальные товарищи, которые, в общем-то, ничего другого не делают, кроме как дерутся на трибунах и ломают стулья, кидаются друг с другом, жгут фаера. Ну, иногда так и было, конечно. Нет, это было недалеко от правды. Я даже, учитывая, что начал ходить на футбол в 2006-2007 году, ну, в целом, вот я помню, что мы ездили на выезд в Краснодар в 2007-й год, самое начало, и мы зашли на стадион, и, ну, там такой стадион, который, ну, обычно сельского типа, ничем не закрытый, и вот мы поднялись наверх и смотрим за край трибуны и видим, как на болельщиков, которые заходят вот на нашу гостевую трибуну, просто несется толпа приехавших из Ростова болельщиков и просто сносит их, сминают, и там... Не, ну, это правда, и как бы и розы отнимали, когда ты в метро ездил, и в Москве такое было, да, и как бы даже в школе могли быть определенные конфликты, тогда, ну, у меня буквально там в параллельных классах были конфликтные ситуации, потому что очень много было ребят, которые болели за ЦСКА, и очень много, кто болели за местных, да, вот, и они друг с другом постоянно конфликтовали, вот, ну, и был я и мой друг, которые болели за Локомотив, как-то нас вот обходило учесть этих всех конфликтов, они больше друг с другом разбирались, но в целом, нет, у меня были случаи, когда я ехал с матчей, в общем-то, приходилось убегать, такое тоже было тогда, я не могу сказать, что ничего подобного не происходило, но это нулевые годы, но тем не менее, действительно, как бы, имидж у футбола был очень сильно завязан с ультрас, и понятное дело, что, как бы, ну, с другой стороны, важно также и понимать, что в целом ультрас вряд ли является такой прямо очень платежеспособной аудиторией, ну, по большей части, да, безусловно, на сегодняшний день футбол очень активно пытается профессионализироваться и коммерциализироваться, и, естественно, ему бы хотелось, чтобы в целом матчи посещали, и ключевой такой вот аудиторией были болельщики, у которых там есть семьи, есть дети, есть деньги, есть возможность, как бы, в целом, быть частью клуба, клуба не только в плане того, что ты ходишь и кричишь, что-то на стадионе, но и в плане того, что ты, ну, скажем так, своим личным участием, личным присутствием вкладываешься в общий имидж клуба, да, что много ходит семейных людей, там, все смотрят вместе со своими детьми, поэтому я думаю, конечно, это достаточно важная история для футбола в целом. Кроме того, через семьи же, в общем-то, активно вовлекается будущее поколение, растущее поколение в потенциальную фан-базу клуба. Понятное дело, что когда ты маленький ребенок, тебя приводят на стадион, там, мама с папой, совершенно не факт, что ты, когда вырастешь, будешь этим точно так же увлекаться, но тем не менее, условно, как бы определенный контакт у клуба, получается, с тобой уже есть, и он может, ну, как бы рассматривать тебя в качестве потенциальной фан-базы. Есть же такая очень хрестоматийная история, по-моему, у Аугсбурга, да, что они семьям, где рождаются дети, рассылают соски, пустышки с логотипом клуба, вот, также они там на первое сентября, когда дети начинают учиться, дарят всем школьникам, значит, тетрадки, ручки, пеналы и все прочее, там, с атрибутикой клуба, и тем самым, как бы, свою такую вот экспансию осуществляет непосредственно на своем собственном городке. И мне кажется, это достаточно правильная история, особенно учитывая, что в самом по себе спорте за внимание болельщиков ужесточается конкуренция, в том числе ужесточается конкуренция за юных болельщиков, и, в общем-то, достаточно проблематично и сложно здесь на это не обращать внимания, а работать на прежнюю фан-базу. А ты чувствуешь к себе внимание, то есть вот к себе как к представителю болельщика с детьми, который ходит на стадион, который там семейный сектор посещает, чувствуешь ты к себе какое-то вот дополнительное внимание от клуба, не знаю, может быть, приглашают тебя на какие-то ивенты, там, не знаю, звонят тебе, там, говорят о том, что происходит в клубе, потому что вот у меня как человека, который, ну, достаточно давно болеет, и у меня были абонементы, у меня есть там, не знаю, профиль заполненный на сайте клуба, но я, не знаю, раз в полгода мне какой-нибудь имейл приходит о том, что Артем, смотри, вот у нас там, не знаю, запустилась продажа абонемента, вот у нас там, не знаю, локалет появился, но это раз в полгода, и заинтересованности во мне как в болельщике я от клуба не вижу, ну, практически никакой. Вот в тебе клуб заинтересован? Нет, конечно, как бы вот то, о чем ты говоришь, происходит абсолютно так же и в моем отношении, ну, как бы, я думаю, что это пока просто, ну, это такая, мне кажется, общая проблема на самом деле и российского футбола, и локомотива в частности, ну, про рассылки, e-mail рассылки ты сказал, у меня все это происходит абсолютно так же, правда, они чаще, то есть, то есть, каждый раз, когда какое-то событие анонсируется в Телеграме, в общем-то, где-то часа через три тут же приходит и письмо на ящик, ну, в общем-то, ничего другого нет, вот, хотя, знаете, самое на самом деле парадоксальное заключается, в общем-то, в том, что даже, ну, клуб, в принципе, не пытается каким-то образом в этом направлении активно работать, потому что я вот решил организовать моему сыну день рождения, ему исполнялось 7 лет, я, естественно, его интересовал только в футбол и ничего другого, и понятное дело, что я начал искать, а вообще, если организовать что-то похожее совместное с локомотивом, да, как это сделать, можно ли это сделать, ну, на самом деле можно, только на официальном сайте ты с трудом найдешь эту информацию, вот, далеко не всегда получится сразу же получить ответ, чтобы с тобой связались, как бы со мной в итоге связались, но там, как бы были определенные события, которые позволили, что сделали так, чтобы со мной связались, все это произошло совершенно не быстро, не сразу же, да, не было такой какой-то мгновенной обработки всей этой информации, ну, и в целом было понятно, что сама по себе эта услуга, она не проработана в качестве какой-то стандартной, да, то есть, нету какого-то готового предложения, нету какого-то внятного, ну, пакета, что ли, клиентского, который тебе могут показать и сказать, вот, смотри, есть вот такой-то вариант, такой-то вариант, такой-то вариант, Всё это дело как бы так вот разжовывалось постепенно в рамках общения с менеджером, нету как бы заранее заготовленной какой-то внятной программы, и это большое упущение на самом деле. То есть, так же, как очень большое упущение, что в целом, вот мы с тобой говорим про семейную историю, да, а ведь, ну, как я уже сказал, что в целом надо работать в том числе и с потенциальной болельщической базой, да, в отношении там тех же самых школ. Есть гимназия при Российском университете транспорта. Понятно, что там готовят преимущественно, я имею в виду в Российском университете транспорта, преимущественно именно железнодорожников. Ну, казалось бы, да, что это вот такая прямая вотчина для тебя, куда ты можешь войти и как бы так или иначе популяризовать футбольный клуб, который тебе принадлежит, или футбольный клуб может проявить инициативу в этом отношении и попытаться как-то там популяризовать себя внутри самой по себе этой гимназии. Ничего этого не происходит, да, у меня сын учится в этой самой гимназии, это опять случайно на самом деле произошло, я намеренно его туда не отдавал, просто не очень далеко от места, где я живу, находится эта гимназия, но так вышло. И меня это удивляет на самом деле, что такой работа совершенно не ведется. Опять, те же самые школы сейчас стали активно предлагать экскурсии на стадион, но почему бы вам в целях там популяризации среди молодежи, среди школьников футбольного клуба «Локомотив» не устраивать экскурсии для школ, не организовывать их, придумать специальную программу, которая бы этому способствовала. Это же очень важно с точки зрения как раз расширения фанатской базы. Тем более, если так посмотреть, у нас есть на самом деле определенный элемент «Support your local team», если глянуть на… ну, Яндекс проводил исследования, и, в общем-то, если глянуть по частотности запросов клубов, да, из разных частей Москвы, можно увидеть, что, в общем-то, больше всего запросов, связанных с футбольным клубом «Локомотив», приходится на северо-восток и, соответственно, восточный автономный округ, если берем Москву. Ну, начните хотя бы с этих округов, попробуйте их окучивать. Таргетинг, рекламу в этом плане попытайтесь как-то сделать, завлекайте. Да, есть огромный такой цифровой баннер, который везет, когда ты едешь в сторону стадиона, но, в общем-то, этим, как мне, во всяком случае, кажется, работа по популяризации клуба заканчивается. То есть, по большей части вся эта история, она работает только на тех, кто уже и так знает клуб, и очень мало ведется работы по привлечению новых болельщиков, по вовлечению этих болельщиков. Стало получше, потому что хотя бы сейчас регулярные экскурсии на стадион запустились, да, «Локолед», опять-таки, это все равно лучше, чем было, да. Хотя бы там рассказывают, в том числе, о неких там социальных проектов, те же самые проекты, которые связаны с открытием футбольных площадок с искусственным газоном в разных городах России. Но, в общем и целом, я согласен с тобой, что усилия не предпринимаются особые какие-то. То есть, какой-то стратегии в этом плане я не вижу. Пока ты говорил, пришел донат, за что огромное спасибо, и там задан один вопрос, Бека или Исидор. Давай я тебе его переадресую, кто тебе больше нравится, Бека или Исидор. Мне Исидор, боже, мне и мне Исидор больше нравится, да. Окей. Надо документировать. Не знаю, там и вопрос был из двух слов, и я думаю, что ответа из одного вполне будет достаточно. Но спасибо большое за донат, спасибо огромное. Смотри, вообще, к чему я задал этот вопрос, и почему я, естественно, ну, как бы, так как слежу за локомотивом, я примерно понимаю, как он работает. И я знаю о том, что большой заинтересованности в том, чтобы нагонять аудиторию, чтобы ее всеми силами к себе привлекать, ее нет. Ну, просто банально можно посмотреть на то, как ведется Телеграм, сейчас как ведутся социальные сети. Ну, да, что-то ведется. Но вот эта вот работа, она как бы нужна, но, мне кажется, сам клуб особо не понимает, зачем он это делает. Ну, просто потому, что все делают, ну, и я делаю. День рождения устроить надо, ну, наверное, мы можем, да. Спасибо, что поинтересовались, да, мы сейчас подумаем. Ну, в принципе, да, почему нет? Ну, оно так и было. Вот я буквально, оно так и было, да. У нас же есть помещение, ну, наверное, да. Но зачем это нужно и чем это хорошо для локомотива, они сами в локомотиве не понимают. И смысл этого в том, что, ну, есть же РЖД, у них будут деньги. У них эти деньги будут в любом случае вне зависимости от того, есть болельщики, устраиваются ли дни рождения, сколько куплено абонементов. Просто есть РЖД. Всегда можно прийти, попросить денег. Ну, если РЖД там чуть-чуть денег урежет, ну, и мы что-нибудь урежем. Ну, в целом, как бы, доход от вот этих вот людей, которые придут на стадион, и даже если это будут семейные люди, не столько сильно важен. Но мне кажется, что это большая-большая ловушка для руководителей клуба. И в какой-то момент РЖД просто скажет то, что, так, да вы особо и людям-то не нужны. Нам, значит, тем более. Что думаешь? Нет, я в этом отношении полностью согласен. Конечно, как бы, наличие такого большого денежного мешка, как РЖД, очень сильно облегчает, в общем-то, финансовое положение самого клуба и совершенно не стимулирует его к тому, чтобы искать какие-то иные источники дохода. Наверное, наверное, да, то, о чем мы с тобой сейчас рассуждаем, как бы, может, на нас кто-то может поправить в этом плане, потому что говорят, вот, смотрите, новые спонсоры находятся, вот, смотрите, там, так или иначе стали подходить по-другому к организации, там, Ачдеев что-то пытаются сделать, особенно после ковидной всей этой истории, да, что, в конце концов, там, в медиа все стало немножко налаживаться относительно того, что было, например, в 21-22 году, да. Ну, как бы, какие-то такие моменты нам могут об этом обозначить, но все равно где-то что-то становится чуть лучше, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы превращаться, ну, опять-таки, для того, чтобы соответствовать трендам современного футбола, который, как я уже сказал, активно профессионализируется, активно коммерциализируется. То есть, футбол же тоже, он на самом деле как некий бизнес, да, или как некая такая коммерческая история, он стал в это все вовлекаться достаточно недавно, в том числе и европейский футбол. Не нужно думать, что там, как бы, в 70-е, 80-е годы все было в полном порядке, и, значит, клубы все активно и очень внимательно отслеживали всю историю, которая связана с тем, а где бы нам еще денег заработать. Много же всех этих историй, которые касались того, что, в общем-то, команды сами себе покупали, например, форму на сезон, а не спонсоры технические, и непосредственно им, в общем-то, эти формы предоставляли. Это же, ну, совершенно не сразу же так произошло, да, это же только с течением времени. Футбол очень долго не понимал, как он вообще может зарабатывать деньги. Это же, в том числе и там продажа всех этих телеправ, это же все очень постепенно там произошло. Ну, а мы, как обычно, запаздываем, и все это дело отягчается тем, что мы изначально поставлены в условиях, когда есть вот этот самый денежный мешок, вот этот самый толстосум, который, в общем-то, отвечает за то, чтобы в клубе были те или иные финансы. Ну, как бы это не только проблема локомотива, это и есть наш российский футбол, он государстватизирован, вот, если можно такой термин придумать. Насколько вообще государственное финансирование, оно зло? Потому что, ну, я думаю, что эта тема, она не только в рамках футбола, она вообще очень сильно выходит за рамки футбола. Но у меня личное ощущение, что все, куда стекаются вот эти вот безбашечные деньги, за которые тебе нужно только придумать, как отчитаться, да, написать вот эту вот, какую-нибудь составить смету, чтобы она вся совпала до последней циферки, ну и слава богу. Насколько это все эффективно было потрачено, никак никого не волнует. Главное, чтобы оно сошлось там в итоге на балансе. Все, к чему прикасаются вот эти вот деньги, за которые тебе не нужно отвечать эффективностью, оно сильно провисает в качестве. И это я вижу даже на примере футбола, когда мы смотрим на какие-то вот негосударственные футбольные проекты а-ля медиалига. Оказывается, что наш футбол вполне себе может собирать аудиторию даже без профессиональных футболистов, без какого-то качественного футбола. Да, туда придут 5-10 тысяч человек, в то время как на какой-нибудь матч РПЛ с государственным финансированием придут там 2 тысячи человек на какие-нибудь Химки в лучшем случае. И насколько вот в принципе именно в общем, не вот в частности, потому что в частности я понимаю то, что российский футбол, он находится в достаточно низкой точке своего падения. Но в теории даже может ли быть такое, что государственное финансирование это вполне себе неплохо и нормальная история, либо это в любом случае будет приводить к снижению эффективности? Ну, смотри, я бы все-таки немножко иначе построил бы само по себе это обсуждение. Я думаю, что все примерно понимают, чем опасно государственное финансирование в отношении микроуровня, то есть уровня клуба, да, что фактически если государственное финансирование тебе отключают, ты перестаешь существовать, да, как это было уже не раз в российской футбольной истории. И далеко за примерами, я думаю, никому ходить не надо, и что-то тут вспоминать тоже вряд ли приходится, но так долго и далеко. Но здесь же на самом деле есть еще и проблемы большего масштаба. Ну, во-первых, надо понимать, что в целом как бы государство, когда оно начинает осуществлять финансирование спорта и тех или иных спортивных организаций, включая футбольные клубы, оно располагает определенными бюджетными средствами, которые под эти цели выделены. Эти средства осваиваются. Например, есть там статья расходов, связанная с футболом, и есть некий валовый объем средств, который был выделен. Если у вас значительную долю этих средств начинает съедать футбольные клубы, по-любому что-то из общей статьи расходов, связанной с футболом, пострадает. Что у вас пострадает может в первую очередь? Но это то, о чем, наверное, чаще всего говорят многие тренеры в России, это детско-юношеский спорт. Да, безусловно, я думаю, что, во всяком случае, по моим личным ощущениям, стало получше, если мы говорим про крупные города. Во всяком случае, с точки зрения тех же самых академий, каких-то футбольных школ, я вижу улучшения определенные в последние годы. Но если мы возьмем с вами регионы, если мы возьмем с вами небольшие города, я просто напоминаю, что огромное количество талантливых игроков, игроков сборной России, да, те же самые мирончаки, да, или там, например, тот же самый Александр Головин, который сейчас играет в Монако. Это все люди, которые, в общем-то, родились, выросли и были воспитаны в футбольном смысле, были воспитаны в совершенно небольших городах. Да, как бы это Славянск на Кубани, там, по-моему, около 60 тысяч всего проживает. И ведь таких талантов, на самом деле, на территории нашей страны разбросано много, просто не каждый из них доходит до футбольной школы, не каждый из них как бы вовремя раскрывается, не каждый из них может вообще себе это позволить, как вот Артем Карпукас, да, это такая достаточно выдающаяся, на самом деле, история, что парень ездил, получается, из Бийска в Барнаул, да, как бы на тренировке, но далеко не каждый себе это может позволить. Представь, да, какой объем, в принципе, потенциальных футболистов мы упускаем просто из-за того, что у нас есть вот это вот очень серьезное недофинансирование. А это недофинансирование в том числе связано из-за того, что у нас профессиональные футбольные клубы, в общем-то, финансируются со стороны государства. Это огромная проблема. Поэтому, безусловно, как бы государство из профессионального спорта должно уходить. Профессиональный спорт должен, как я уже до этого говорил, профессионализироваться и коммерциализироваться. Это первая такая вот проблема, которую на макроуровне мы можем, да, рассмотреть. Вторая проблема – это, конечно, отсутствие стимула у самих клубов как-либо развиваться и перестраивать себя под определенную длительную, долгосрочную стратегию, выстраивать какой-то полноценный спортивный блок, да, проводить настоящую нормальную, качественную аналитику, подбирать футболистов, которые тебе будут выгодны более в долгую, чем здесь сейчас. Хотя я не отрицаю, что иногда бывают важны очень, в том числе и тактические задачи, турнирные задачи, как, например, сейчас у «Локомотива». Но есть очень важная турнирная задача, связанная с тем, что нужно себе обеспечить место в лиге, да, и комфортно избавиться от ситуации, связанной с тем, что мы сейчас находимся в зоне стыков, да, то есть выйти из этой зоны. Это тактическая задача, которая вполне понятна, и здесь понятно, что средства могут быть совершенно иными. Но, тем не менее, если мы говорим о неком стратегическом видне, для чего вам это делать, если, в общем-то, за вас как бы определяется стратегия развития и направление футбола в целом? Клубы друг с другом фактически конкурируют только в рамках спортивного поля. Они мало конкурируют друг с другом как некие коммерческие бизнес-образования. Они об этом даже особо-то и не думают. Есть определенные условия, эти условия, в общем-то, всех устраивают, устраивают. Ну как, все говорят, что их не устраивает, но, в общем-то, устраивает, потому что очень мало кто решается на какую-то полноценную серьезную перестройку всего того, что происходит. Да, это устраивает многих тренеров, это устраивает многих, на самом деле, футболистов, это устраивает агентов, это устраивает футбольных чиновников. Многие говорят о том, что вот нужно что-то менять, мы перестаем быть конкурентными, как именно некая вот футбольная страна, да, как некая вот футбольная спортивная общность, да. Но в то же самое время каких-то подвижек здесь по-прежнему не происходит. И в этом смысле бюджетное финансирование цементирует эту проблему и не способствует ее разрешению. В целом РФС, конечно, не должна быть тесно связана с Министерством спорта. Сами лиги не должны быть тесно связаны с РФС. Понятное дело, что у них будет все равно так или иначе общение. Но, тем не менее, лиги должны быть в достаточной степени автономны от Федерации. В свою очередь, клубы должны быть автономны как от РФС, так и от Минспорта. И автономны от бюджетного финансирования. Естественно, взять и все это разрешить быстро и сразу же, например, в России невозможно. Я думаю, что, в общем-то, сами по себе эти идеи не находят широкой популярности и какой-либо поддержки. Потому что они зачастую очень радикальны. То есть, часто можно слышать такую точку зрения. Дескать, давайте просто возьмем и выключим все бюджетное финансирование клубом. Да, у нас останется 8-10 команд в высшем дивизионе. И пусть они играют. Ничего страшного. Потом все куда-то нас выведет на понятную траекторию. Даже 8, наверное, не доберется. Ну, да. Но мне представляется, что... Ну, будем играть по 4 круга, например, чтобы давать нормальную игровую практику. Мне кажется, что это неверный подход. И он неверный, потому что это плохой дизайн реформирования. Плохой он в том смысле, что, в общем-то, это очень большой стресс для футбола в целом. Это большой стресс для болельщиков. Это очень большой стресс для клубов, для спорта. Это большой стресс в том числе для того, что касается в целом той же самой спортивной инфраструктуры. Инфраструктура, связанная с различного рода детско-юношескими спортивными учреждениями и прочее. Потому что у вас, по сути, в едином момент начинает очень сильно сжиматься в целом возможность стать профессиональным футболистом, возможность стать профессионалом в футболе и так далее. То есть это такой шок очень грандиозный. Вот можно его уподобить шоку, который испытывает экономика тогда, когда переходит от такого социалистического типа развития к рыночному. Ну, то есть, условно говоря, когда вы были Советским Союзом, потом становитесь множеством государств, которые переходят от плана к рыночной экономике. Этот трансформационный шок просто колоссальный. И здесь падение будет неизбежно. И вот вопрос очень большой заключается в том, как долго мы будем барахтаться внизу. Вполне возможно, что мы будем долго падать. Очень долгое время в силу того, что, опять-таки, возможно, что популярность футбола на самом деле здесь только потеряет. Потому что, да, может быть, какие-то топовые команды будут более интересны друг с другом соревноваться. Но, с другой стороны, как бы вот более локальные объединения футбольные какие-то, ну, связанные с болельщиками, да, с поддержкой своих там локальных клубов и прочее, они как бы сильно рассосутся. И в других регионах популярность футбола начнет очень сильно идти на спад. И мы здесь можем очень серьезно на самом деле потерять. Если говорить о неком плане по переходу, значит, российского футбола в большей степени в сторону такого вот рыночного, да, то здесь, конечно, необходимо предусматривать некое постепенное снижение объема госфинансирования. Когда тебе там выставляется определенная предельная планка возможного бюджетного финансирования, все остальное должно так или иначе базироваться на, как бы, других коммерческих доходах. И постепенно эта планка снижается. Это должна быть очень выверенная, внятная стратегия, которая предполагает при этом, что она не изменится тогда, когда придет новый начальник, да, который всем этим делом руководствуется. И поэтому здесь нужно, конечно, многое менять, в том числе и в том, как именно устроена, например, лига, как именно устроена РФС, как, например, устроены другие дивизионы футбольные и прочее, прочее, прочее. Кроме того, конечно, здесь очень много тесно связанных смежных вопросов. Например, тот же вопрос «Телеправ». Как бы, ну, фактически, как бы, в 2014 году был создан «Монополист». Естественно, как бы, контракт на «Телеправа» перестал расти. Нам в определенном смысле повезло, что рынок нас вывел к такой траектории, когда у нас появились стриминговые сервисы. И стриминговые сервисы оказались, оказалось, что они могут совершенно спокойно конкурировать с «Матч ТВ». Теперь оказывается, что не только по телеку можно футбол смотреть, но и смотреть при помощи этих самых стриминговых сервисов. Сразу же, что произошло, если мне память не изменяет, там более чем в 4 раза вырос сразу же контракт на «Телеправа». То есть, естественно, мы должны любые вот подобного рода монопольные, сопряженные с футболом образования тоже нивелировать. И давать возможность конкуренции для того, чтобы клубы, в свою очередь, могли нормально получать доходы с того, с чего, в общем-то, они обычно получают. А таких, в общем-то, источников не так уж и много. Это спонсорские, да, это, соответственно, телеправа, это матчдеи, это абонементы и, ну, и все, что сопряжено с клубными продажами попутно. Вот. Поэтому, понятное дело, что такой план, он должен быть постепенным. Резкий шок, он, я сомневаюсь, что к чему-то хорошему приведет, но, в общем-то, именно долгосрочно к этому нужно стремиться. Если этого не делать, то ни детско-юношеский футбол не будет развиваться, ни, в общем-то, во взрослом мы каких-то серьезных прорывов тоже испытывать не будем. Это, знаешь, как вот система социальной поддержки в России. Я такой экономический кейс здесь приведу, чтобы было понятно на примере. Ну, вот ты примерно представляешь, какое количество мер социальной поддержки существует в России. Я говорю не по объему финансирования, а просто вот в штуках. Сколько мер социальной поддержки есть в России? Вот сколько, примерно? На федеральном уровне. Что ты имеешь в виду мер социальной поддержки? Это типа материнский капитал или что? Ну, типа того, да. Ну, например, какие-то бюджетные трансферты, какие-то выплаты со стороны государства по отношению к гражданам. Сколько их примерно? Не знаю. Ну, в общем, если что, их 800 этих мер. Да, я думаю, что довольно большое количество. Но, не-не-не, надо понимать, что как бы просто наша страна занимает первое место в строчке по количеству мер социальной поддержки. Дальше идет республика Чад. Там где-то около 300 мер. Потом идут все остальные. И в среднем по странам от 50 до 100 мер социальной поддержки. У нас их 800. Это только на федеральном уровне. Есть еще около 100 на региональном уровне. То есть, при этом мы тратим на социальную поддержку сопоставимо в процентах ВВП. То есть, ну, понятно, что не в абсолютных суммах. Мы более бедные страны, чем, например, Соединенные Штаты Америки. Сильно беднее. Но, тем не менее, мы в процентах ВВП тратим столько же, сколько американцы. Но у них это расходуется на намного меньшее количество мер, а у нас на очень большое количество мер. В результате получается, что эти средства сильно распыляются. И в итоге бедным, например, в России достается где-то 13% от общего объема мер, выделяемых на социальную поддержку. Вот примерно то же самое происходит в российском футболе, если мы говорим с вами о финансировании стратегически каких-то важных областей в части развития спорта. Смотри, у меня есть несколько комментариев. Но есть один вопрос, который меня довольно долго мучает. И очень часто, мне кажется, что есть разница. Но для многих этой самой разницы нету вообще никакой. Вот скажи мне, есть ли разница прямого финансирования из бюджета или когда футбольные клубы финансируют такие компании, как РЖД или Газпром или что-то такое? Ну, типа вот в контексте того, о чем мы с тобой говорим, о том, что госфинансирование это вообще штука довольно плохая и от нее надо избавляться. Когда РЖД или Газпром спонсируют, исходя из своих денег, хотя и Газпром государственная компания, и РЖД на 100% государственная компания. И как бы, да, вот мы понимаем то, что локомотив это все равно через одну ступень, но клуб государственный и Зенит то же самое. Можно ли оставлять возможность вот таким вот крупным госкорпорациям продолжать финансировать клубы? Либо, опять же, там нужно ставить какую-то планку, что, мол, вы можете давать, не знаю, миллиард рублей, а все остальное клуб должен зарабатывать сам. Или как вообще, есть ли в этом какой-то... Это более сложный вопрос, но у меня к тебе встречный вопрос, через это попробуем выйти на какой-то ответ. Есть разница между ВГУП «Почта России» или МУП «Московский метрополитен» и, например, СПО «Сбербанк»? Есть ли разница? Ну, в контексте того, чтобы они управляли футбольными клубами или что? Не-не-не, просто сама по себе. Есть разница по твоим собственным ощущениям? У нас есть ВГУП «Почта России», есть по «Осбербанк». Конечно, есть. Я думаю, что есть разница достаточно большая. Да, безусловно, разница большая совершенно. Почему она существует? Потому что, как ни крути, в том же самом ВГУПе «Почта России» намного выше объем того, что мы называем социальной нагрузкой, чем то, что касается непосредственно коммерческого блока. Они пытаются коммерциализировать, и в целом там тоже есть определенные подвижки в части того, чтобы повысить свою собственную эффективность. Но когда у тебя бременем очень значительным лежит социальная нагрузка, как бы ты ни хотел, как бы ты ни старался, стать коммерчески эффективным ты не сможешь. Когда ты коммерческая структура, все равно твой ключевой показатель – это прибыль. И, как ни крути, операционную прибыль показывают практически очень многие госкорпорации, очень многие госпредприятия. Если возьмете РЖД, там десятками миллиардов рублей годовая прибыль чисто исчисляется. Если взять какие-нибудь нефтегазовые компании, там тоже очень солидные прибыли в годовом выражении. Это все равно коммерческие структуры. Они все равно работают иначе. Да, безусловно, если мы с вами сравниваем, например, частные нефтяные компании и государственные нефтяные компании, как правило, в частных нефтяных компаниях производительность труда и общая эффективность выше, причем зачастую сильно выше, чем у государственных компаний. Но в то же самое время сравнивать коммерческие государственные компании с бюджетными организациями, даже если это федеральные и государственные монетарные предприятия и все прочее, это все равно так же некорректно, понимаешь, как, например, сравнивать бюджет, я не знаю, семейный и бюджет большой коммерческой компании. То есть это просто вещи совершенно разного порядка. Они изначально иначе в этом отношении друг с другом, ну они в принципе иначе действуют. Поэтому в принципе, конечно, в части как бы госфинансирования со стороны государственных компаний, государственных корпораций, да, именно тех, которые имеют форму там акционерного предприятия, потому что там все-таки есть, это тоже такой важный момент, у них совершенно другая форма отчетности, они совершенно иначе должны все-таки работать, да, а не публичные все-таки компании, как-никак, и о них больше известно, чем, например, о том же самом ГУПе, вот, и прочее, прочее. Я думаю, что с их стороны в принципе финансирование допустимо, да, но опять мы вполне можем в качестве такого вот универсального правила допустить определенную верхнюю планку, которая касается финансирования как госпредприятий, так, в общем-то, и бюджетного финансирования. Это уже вопрос заключается в том, в общем-то, чего мы в конце концов хотим добиться, какие у нас цели. Я ничего крамольного в том, чтобы, например, там, Газпром или там, условно говоря, РЖД оказывал определенное финансирование клубам, не вижу. Я не вижу в этом чего-то страшного, чего-то ужасного, да. Я против того, чтобы они были доминирующим субъектом в части финансирования спорта. Ну, то есть, если они там, например, лучше бы они деньги выделяли, например, под строительство там каких-то инфраструктурных объектов. Того, что касается именно расширения инфраструктуры самого клуба, то, что позволяет в большей степени там, ну, улучшать условия, да, в которых работают футболисты, в которых там занимаются ребята и так далее. Я считаю, что все-таки сама по себе операционная деятельность, она, конечно, в большей степени должна быть завязана на непосредственно коммерческие доходы и соответствующие расходы. То есть, клубы должны уметь жить по средствам. Там максимум, как можно к этим компаниям обращаться, как, там, не знаю, к кредиторам последней инстанции. Если образовались долги, они могут там эти долги так или иначе погасить. Это должны быть очень серьезные условия и очень жесткие условия, почему такое вообще возможно. То есть, понятное дело, что да, в качестве там каких-то инфраструктурных инвесторов я такие компании совершенно спокойно могу рассмотреть и не вижу в этом совершенно ничего плохого. Это нормально. Но в качестве операционных, как бы, доходов, я думаю, что здесь не должно быть этого финансирования. Как мне кажется. Но это в пределе опять. Я просто еще раз напоминаю, что если его выключить здесь сейчас, это будет просто грандиозный шок. Тут вот спрашивают в комментариях, дебить дёти бой, в каком случае шок это хорошо и нужно? Ну, нет, иногда, да, есть, безусловно, такие проблемы, которые иначе как шоком не решаются. Но тогда ситуация должна быть по-настоящему плохой. Например, она была очень плохой в 91-м году, если меня спрашивают про экономику, да, вот, в 91-м году, потому что тогда уже, в общем-то, денежный навес доходов, который имел место на руках у населения, был настолько огромен, что дальше вы копите было еще более чревато, и рано или поздно все равно все это было необходимо прекращать. Просто, чтобы вы понимали, да, в 80-е годы активно индексировали заработные платы в Советском Союзе, а при этом цены росли сильно медленнее, чем росли заработные платы. И получалась такая ситуация, что доходов было много, а потратить их было не на что. Ситуация с дефицитом сильно усугублялась. Балансировать ситуацию в тех же самых магазинах было крайне проблематично. По какой причине? По той причине, что сильно упали экспортные доходы. Ну, тогда цены на нефть очень сильно снизились, и с течением времени стало понятно, что теперь, оказывается, того, чего мы сами не производим, мы в той же самой мере докупать не можем. Плюс ко всему там еще и проблема с продовольствием стала возникать в части того же самого зернового импорта. Ну, это отдельная история, я не об этом все-таки. Я говорю о том, что, в общем-то, у вас возникла следующая проблема. На 1 рубль доходов в 85-м году приходилось 31 копейка товарного запаса. Это означает, что если бы люди решили потратить все свои деньги, они бы не смогли этого просто сделать, потому что товарного запаса просто нет для таких трат. Уже в 91-м году на 1 рубль доходов 13 копеек товарного запаса приходилось. Это свидетельство колоссального дефицита всего и вся. По сути, если бы хотя бы еще в 85-м году стали бы потихоньку отпускать цены и делать их рыночными, такого бы ценового шока гиперинфляции, которая возникла в 92-м году, не было бы. Но ситуацию довели до такого предела, что гиперинфляция была просто неизбежна. Во всяком случае, инфляция 92-го года. Потом победить бы ее можно было бы, но, в общем-то, это все-таки уже другая история. Но тогда шок уже просто был неизбежен, только так эту ситуацию можно исправить. Так же, как, например, и в ситуациях, когда, например, ситуация чрезвычайно плохая в части государственного долга. 98-й год, опять-таки. Дефолт и девальвация были неизбежны и к ним необходимо было прибегать, потому что ситуация становилась критической. Если она критическая, ничего кроме перезапуска системы вы уже придумать не можете. В том случае, если у нас, в общем-то, более-менее рабочая система с огромным количеством недостатков, но она все равно работает, все равно нельзя говорить, что в России нет футбола, нет профессионального футбола. Все равно я считаю, что на самом деле футбол в России развивается, просто он развивается намного более медленными темпами, чем развивается европейский, например, футбол. Из-за этого мы так сильно начинаем отставать. Тем не менее, у нас есть определенный фундамент, на котором все это можно строить. И я считаю, что именно для такой ситуации шоковая терапия вряд ли является чем-то полезным. То есть здесь намного правильно подходить в качестве постепенного реформирования самой по себе этой истории. Но опять я говорил, что здесь очень важно, чтобы утвержденная стратегия была такой, что ее бы придерживались вне зависимости от того, кто будет, например, министром спорта или кто будет у нас возглавлять РФС. Это очень важная история. Я тут убегу уже в космическую отрасль, просто вспомню. Если послушать интервью наших российских предпринимателей, которые так или иначе пытаются коммерческим космосом заниматься, они говорят следующее, что в чем разница между, в общем-то, НАСА и Роскосмосом. Ключевая разница заключается в том, что если там в 70-х годах была какая-то программа утверждена, то для того, чтобы ее пересмотреть и отменить, потребуются очень жесткие и строгие процедуры. Это сделать крайне непросто, потому что эта программа уже когда-то была утверждена, и на нее уже потрачены определенные деньги. Они авансируются. Эта программа доводится до конца и может быть прекращена только в том случае, если будет существовать значительный консенсус о том, что эта программа неработоспособна. У нас в Роскосмосе приходит метла новая, и она уже начинает по-новому мести. И, соответственно, даже если до этого 5-6 лет делались правильные вещи, из-за того, что пришел новый начальник, и он начинает полностью все менять, вся эта стратегическая история может быть просто-напросто быстро свернута. И, конечно, тогда реформы могут привести совершенно ни к чему. Поэтому это тоже такая важная достаточно деталь, что то, что касается некого утвержденного плана действий, должно быть реализовано до конца и не зависит от того, кто у нас непосредственно сейчас возглавляет, федерацию или Минспорт. Смотри, как раз комментарии мои ко всему этому. Так как мы живем не в некой сферической вселенной, а в достаточно конкретной и даже в достаточно конкретной стране, мне кажется, что вот эта история про плавные реформы и про вот как раз то, что это должно быть на долгие годы, вне зависимости от того, кто руководитель, это не будет работать, ну, просто потому что это не будет работать. Мы все понимаем, в каких условиях мы живем. Но шок, вот эта вот история с тем, что вообще резко прекращаем госфинансирование, я тоже думаю, что это не самая хорошая история. И да, с одной стороны, мне кажется, что футбол все-таки скорее оздоровится, чем погибнет, вот, но при этом этого футбола действительно станет гораздо-гораздо меньше. И если, условно говоря, Москва, как большой мегаполис, в целом, наверное, спокойно перенесет отсутствие именно что госфинансирования, то в регионах этого футбола, скорее всего, не будет уже вообще. И даже банально, ну, подпитка вот этих вот кадров из Славянска на Кубани и других городов, он очень сильно уменьшится, что, мягко говоря, на благо футболу не пойдет. Вот. Но, тем не менее, как-то из этой ситуации выбираться хочется. И у меня есть, ну, точнее, я периодически думаю о том, как можно это сделать. Опять же, да, вот, я вот вижу комментарий, опять же, Дети Бой, о том, что вот эту вот планку установить можно, конечно, но как за ней следить, как ее регулировать, и, ну, наверняка найдутся какие-то вот механизмы, когда все равны, но Газпром ровнее и все такое. Вот у меня была идея, вот тебе на суд ее выношу. А что, если мы запрещаем государству финансировать футбол профессиональный как таковой, но разрешаем этим самым госкорпорациям и в целом из бюджета финансировать лиги и выдавать некий вот призовой фонд, да, то есть огромный призовой фонд в размере сопоставим там с бюджетом Зенита, но тебе нужно его выиграть. Но даже если ты не выиграл, даже если ты занял там 16 место, тебе все равно какая-то копейка падает в размере того, что ты мог бы существовать. То есть непосредственное вложение в клубы, тебе это вложение нужно выиграть, да, то есть ты показываешь хорошие спортивные результаты, ты можешь найти себе финансирование со стороны, да, ты нашел себе спонсора, дополнительно денег себе привлек и занял место еще выше, получил еще больше денег. Может быть вот в таком виде, во-первых, государство продолжит возможность влиять на футбол, чего оно очень хочет и от чего оно точно не откажется никогда, но с другой стороны, да, это заставит клубы работать, это заставит клубы искать источники финансирования извне, это заставит клубы привлекать болельщиков, потому что, о, это еще дополнительная копеечка и денежки, и это в принципе, ну какой-то вот такой вот выход, да, как, например, в Англии есть же вот эти вот многомиллиардные телевизионные контракты, только мы сделаем этот телевизионный контракт, спонсируемый государством на не совсем рыночных условиях, да, условно говоря, если Матч ТВ на рыночных условиях готов давать 100 миллионов, то с помощью государства, допустим, 500 миллионов. Может ли это быть каким-то выходом? Ну, они могут быть просто, ну, как бы это же и есть, ну, как вот Мир РПЛ, например, или там Тинькофф РПЛ, это же примерно то же самое, они же тоже, получается, тем же примерно занимаются. Нет, ну, мы тогда говорим о том, что мы просто обязываем госкорпорации какую-то часть от общего там фонда, который... Ну, можно придумать так, да, что можно, в принципе, создать определенный фонд, в который будут идти отчисления с прибыли госкорпораций, да, и, соответственно, эти отчисления будут идти на, там, развитие спорта, в том числе и в качестве призовых денег для разных клубов. Ну, предусмотреть нечто похожее можно, я думаю. В целом, как бы, это тоже одна из рабочих идей. Но просто мы же все равно здесь сталкиваемся с определенной проблемой, потому что вам требуются так или иначе некие средства, которые просто позволят вам, во всяком случае, зарплаты платить. Да, я уж не говорю про развитие, там, совершать или иные транспоры. И если мы совсем выключаем это финансирование, да, здесь и сейчас, и все впускаем на те же самые, там, призовые, то получается, что мы здесь, ну, как бы, тоже ставим в очень проблемную ситуацию клуба, которая сильно зависит от бюджетного финансирования, да. Понятно, что мы можем предусмотреть определенные авансовые платежи к распределению, да, еще перед началом сезона. Базово, да, ты получаешь за участие определенную сумму. Просто при заявке, при заявке, грубо говоря. Да, да, тебе выплачивается определенная сумма. Это один из вариантов, да, ну, то есть, в принципе, можно нечто похожее рассмотреть, ну, как, в общем-то, клубы получают призовые за участие, там, в Лиге чемпионов, условно говоря, да, за сыгранные матчи, там, за результативность и прочее, прочее. Ну, это один из вариантов, да, в принципе, можно такое предусмотреть. Но я здесь все-таки против, опять-таки, участия бюджетных денег, но я считаю, что там те же самые госкоркопопорации к этому можно привлекать. Ну, на мой взгляд, как раз какая-то такая социальная функция. Почему нет? Ну, это, понимаешь, как бы, на мой взгляд, тут же еще задача заключается в том, чтобы сделать это максимально интересным для того, чтобы, в общем-то, в призовые вкладываться было интересно не только Газпрому, там, Роснефть и РЖД, а для того, чтобы это было интересно, ну, я не знаю, магниту вкладываться, да, ну, хотя магнит уже плохой пример, сложно привести хороший пример уже в нынешних условиях. Я не знаю, в Кусвиллу вкладываться было бы интересно, понимаешь, и ассоциировать себя с лигой. Как бы, и все равно, наверное, как бы здесь более широкую задачу нужно решать по тому, чтобы в целом российский футбол был привлекателен для коммерческих предприятий. Причем не только сами по себе в клубы, но и сами по себе лиги. А для этого необходимо там конкуренцию телеправ устраивать, для этого необходимо в определенном смысле там создавать условия для лиги, которая становилась бы автономной, могла бы идти на те или иные эксперименты, да, которая могла бы так или иначе там придумывать различные способы по тому, чтобы большее количество зрителей было у телеэкранов. Для этого, ну, и клубы должны, конечно, работать, расширяя, ну, улучшая свой имидж и, соответственно, вовлекая все новых и новых зрителей. Ну, как бы я уже сказал, что нет никакой сложности в том, чтобы школьников приглашать на стадион. Как бы это же тоже такая важная история. Просто, когда я делал день рождения моему сыну, к нему приходили друзья, и там, ну, ребята из-за разных, скажем так, команды болеют, но у всех были глаза по пять рублей. Когда они оказались на настоящем стадионе, они вышли к бровке поля, когда они посидели на скамейке запасных, когда им показали, что вот здесь Роналду сидел, например, да, там сразу же просто совершенно другое ощущение. Когда они зашли в раздевалку, это же сильно вдохновляет тебя и может очень сильно заставить как бы следить за футболом. Ты можешь этим сильно заинтересоваться. Короче, здесь такая комплексная история должна быть. Вот, поэтому, ну, я не думаю, что это можно решить. Просто вот щелчком, дескать, все, берем и организуем призовой фонд. Теперь, значит, госпредприятия скидываются, и это теперь призовая такая история. Хотя это нормальный вариант, да. Ну, и к тому, что многие же говорят о том, что вот, типа, совсем убирать госфинансирование, оно убьет профессиональный футбол, но мы же можем, да, просто перестать, чтобы вливались деньги в конкретные футбольные клубы, потому что мне кажется, что самая большая проблема, она как раз вот именно в том, что деньги выдаются просто так, конкретно вот просто на тебе 5 миллиардов рублей, и условный там Василий Кикнадзе или Томас Цорн распоряжается 5 миллиардами рублей, как ему будет интересно. Потом окажется то, что 5 миллиардов нету, ну и давайте следующий попробую. Теперь будет на горных распоряжаться 5 миллиардами рублей, потом еще кто-нибудь. И неважно, как он им распорядится, неважно, на каком месте закончится локомотив, неважно, что вообще, на что эти 5 миллиардов будут потрачены, все равно, ну, не понравилось РЖД, как эти 5 миллиардов были потрачены, просто придет следующий человек, который будет в следующий раз ими распоряжаться. Вот в этом плане, мне кажется, что... Получается, что мы стимул к заинтересованности в хорошем результате, в хорошей игре. С другой стороны, понимаешь, здесь же тоже, возможно, такая проблема, что у нас опять клубы находятся не в одинаковых позициях, и, соответственно, если мы сильно все начнем завязывать на призовые, фактически будет сильный перекос в отношении доходов клубов, и, соответственно, возможности потенциально как-то себя поднять повыше, да, в сторону тех клубов, которые изначально более богаты. Просто потому, что они смогут себе позволить более лучших игроков. То есть, ну, это же тоже определенная сложность, определенная проблема, которая существует. Наверное, здесь нужно каким-то образом всю эту историю решать. Ну, мне кажется, что когда у тебя есть некий вот спортивный, спортивная часть, на которой все завязано, да, мы знаем, что богатые клубы могут неожиданно просесть. Мы знаем то, что, да, знаем один такой клуб, который недавно просел в результатах. Но и, соответственно, мы знаем, что... Ты про Винтус, да? Что? Да, конечно. Ты про Винтус. Естественно. Но, соответственно, есть и варианты, при которых клуб с не самым большим бюджетом, но там собраны профессионалы, которые каждую копейку тратят так, как в клубах побогаче тратят пять копеек, условно говоря. Ну, это же тоже, знаешь, это же проблема в целом важная для футбола. Как бы мы вот так любим рассуждать, там, профессионалы и все остальное. Ну, а много ли вообще, в принципе, в футболе профессионалов, если мы говорим даже не про Россию? Много ли профессионалов работает в европейском футболе? Как бы это... Мы привыкли так воспринимать, потому что у нас контраст есть. Но, в общем и целом, как бы футбол – это такая достаточно очень... Ну, скажем так, это такая не самая большая деревня. Ну, то есть, люди так или иначе все друг с другом пересекаются, понимаешь? Это не история про то, что туда приходит человек извне, совершенно посторонний, и делает себе карьеру, причем это возможно сделать везде. Ну, как бы, да, такие случаи есть. Мы можем привести примеры, когда, например, какой-то очень посредственный игрок, о котором никто не знал, стал выдающимся тренером, или можем вообще найти там тренеров, которые никогда не играли в профессиональный футбол, или можем найти там менеджеров, которые никак не были связаны в футбол, приходят туда и, соответственно, каким-то образом налаживают всю эту ситуацию. Ну, в общем и целом, футбол – достаточно закрытая система, достаточно закрытая структура. И он в этом отношении, на мой взгляд, серьезно упускает, потому что фактически у тебя потенциальная конкуренция за тех, кого мы называем грамотными менеджерами, начинает сильно сужаться. Это не стимулирует создание каких-нибудь профильных образовательных программ и их расширения, которые посвящены непосредственно спортивному менеджменту. У нас в России вообще практически таких образовательных программ нет. У нас там появилось в высшей школе экономики кое-что, да, но как бы надо понимать, что этого очень-очень мало, катастрофически мало. А по сути, если вопрос, например, в том числе и нормальной подготовки в части спортивного менеджмента, если у вас нету таких соответствующих образовательных программ, вы просто не найдете нормальных специалистов в этом плане, в этом поле. Если этот вопрос не решен, то, в общем-то, все равно все будут так или иначе нанимать тех, кого знают и в ком лично уверены. Вся эта агентская история, она что же не с пустого места начинается? Ведь мы это все ругаем, это все осуждаем, это чистая правда, но мы же должны понимать, что так или иначе она возникает не просто так, она возникает потому, что, в общем-то, в принципе, профессиональная среда внутри футбола, она очень-очень небольшая. В основном это то, что себя как бы воспроизводит. Был игроком, стал тренером, был игроком, стал функционером и так далее и тому подобное. И вот эти вот тесные связи существуют, все друг друга знают, но это не способствует какому-то росту эффективности, потому что очень мало того, что вливается извне в футбол. И это проблема не только российского футбола, но и европейского, но, понятно, что там в меньшей степени, чем, например, мы говорим, если про российский футбол. Есть бесконечная семья Ротенбергов, они готовы взяться абсолютно за все. Один такой у нас, кстати, за молодежный футбол отвечает. Не, я думаю, что ты понимаешь, о чем я говорю, я не знаю, но, может быть, это только лично мои ощущения, что как бы профессионализации все равно по-прежнему не хватает футбола, не только российскому, но и европейскому. Вот у меня такое ощущение явно есть. Да, безусловно, но просто, ну, ты сказал о том, что богатые будут богатеть и будут лучше, бедные будут беднеть и будут хуже. Это понятная история, она, ну, вот сейчас, там, не знаю, Суперлигу в очередной раз сегодня, и очередная итерация обсуждений пошла. Но, по сути, все это, оно продолжается, оно так и будет, потому что, да, богатые склонны богатеть, бедные склонны беднеть. Вот, но, тем не менее, все равно мне кажется, что такая история, когда ты за что-то борешься, когда у тебя есть мотивация, она все-таки чуть более честная, и варианты, при которых бедный клуб вдруг неожиданно выстрелит, соответственно, получит чуть больше денег, получит больше возможностей, они будут более часто встречаться, чем как это сейчас происходит, когда, ну, да, ты там, не знаю, бедный клуб, ты неожиданно вдруг попал там в Еврокубки, в Лигу Европы, да, как какой-нибудь Амкар попадал в свое время. Ну, и что? Ну, ты на следующий год все равно борешься за выживание, потому что тебе, по большому счету, это не дает ничего. Ты, ну, да, получишь какие-нибудь там 3-4 миллиона евро дополнительных призовых от Лиги Европы, но это капля в море, ты на эти деньги особо ничего не купишь. Ну, с телеправами же похожая история на самом деле, или ты просто хочешь предположить, ну, условно говоря, да, сейчас, по-моему, в районе там 6 миллиардов телеправа МАЧ-ТВ, а ты хочешь, чтобы было там, условно говоря, 12, если не 20 миллиардов в качестве призового фонда? Да, 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 ну, я говорю о том, что, да, когда ты, ну, то есть, вот делаем вот такую вот большой, большой прям призовой фонд, можно большие телеправа сделать или большой призовой фонд, не суть важна, вот, но ты победил, ты получишь, допустим, там, не знаю, 50 миллионов евро на свое развитие, если ты занял 16 место, ты, допустим, получишь там 20 миллионов, ну, то есть, разница есть, но она, ну, не такая прям сильно большая принципиальная, вот, ты в любом случае получишь эти свои там 20-25 миллионов евро, на которые ты можешь что-то делать, как-то пытаться развиваться, вот, это будет меньше, но ты там ищи спонсоров, продавай футболистов и так далее. Условно говоря, там какая-нибудь пятая часть фонда кватируется под клубы в одинаковой степени, она, например, распределяется к началу сезона, все остальное уже в зависимости от места, очков, там, можно какие-нибудь премиальные даже, там, условно говоря, предусмотреть непосредственно из фонда, какие-нибудь там, например, какая-нибудь там, не знаю, шестая часть этого фонда приходится на клубы, в которых там лучшие бомбардиры, лучшие ассистенты, я не знаю, лучший вратарик, ну, просто в том числе и клубы награждаются в связи с этим. Мы долго об этом говорим, в общем, идея, я думаю, понятна, и в любом случае это не то, чтобы было на повестке российского футбола. Ты затронул тему про подготовку профессионалов, и как раз хотел у тебя уточнить, спросить, знаешь ли ты про подготовку людей, которые работают в российском футболе. Я знаю, что в Высшей школе экономики есть эти программы, я знаю, что многие их проходили, и достаточно известные в прошлом футболисты проходили эти программы, по-моему, даже с FIFA вышка коллабилась, у них была программа. Насколько реально подготовить профессионала в футболе извне, и насколько эти программы вообще полезны, и дают ли они что-нибудь, и почему мы так мало видим профессионалов в футболе в нашем? Нет, ну я опять, я считаю, что мы мало видим профессионалов, потому что сама по себе футбольная, скажем так, отрасль, она очень закрытая, да, очень, ну, скажем так, внутри футбольной отрасли существует свой собственный конформизм, который, в принципе, не хочет допускать людей извне, внутри этой среды. Безусловно, я не говорю о том, что человек, который пришёл из мне, по определению лучше, чем человек, который пришёл изнутри. Ничего подобного нет. Это неправда, да, точно так же, как неправда будет сказать, что тот человек, который приходит изнутри, по определению лучше, чем человек, который приходит извне, и то и другое ложные на самом деле осуждения. Правда на самом деле заключается в том, что сама по себе система, связанная как раз с наймом, она должна быть более открытой, должна предполагать некую конкурсную что ли составляющую для того, чтобы люди, которые обучаются на менеджерских программах, которые посвящены непосредственно спорту, люди, которые обучаются так или иначе руководству футбольным клубом, будь то это только административное руководство или будь то это непосредственно спортивный блок и так далее и тому подобное, чтобы они в принципе могли найти возможность себя так или иначе приложить в профессиональном плане. Естественно, когда у тебя такая закрытая среда, ну в целом как бы далеко не все, кто заканчивает, могут получить билет в то, чтобы строить карьеру в этой области. Мне кажется, это очень важная проблема на самом деле. Опять-таки, это не только российская проблема, это в том числе и европейская проблема, это существует в футбольной отрасли практически везде, где очень со скрипом принимают тех людей, которые не из футбольной семьи, условно говоря. Как бы существует такой своеобразный протекционизм профессиональный внутри футбольной системы. При этом, безусловно, я считаю, что те навыки, которые так или иначе завязаны с академическими твоими стараниями, с академическим образованием, они могут быть очень востребованы в клубе, потому что, ну понимаете, зачастую футбольные клубы потрясают тем, что там не делается каких-то совершенно банальных управленческих вещей, которые бы при этом сильно бы снизили там те же самые операционные расходы или позволили бы там получать, ну на несколько десятков процентов больше доходов, которые не связаны с каким-то rocket science, которые не касаются каких-то очень сложных моделей. И ведь этого не делается не только из-за того, что отсутствует стимула, этого не делается в том числе, потому что, в общем-то, там в основном все-таки присутствуют люди, я не говорю про там среднее звено и так далее, я говорю по большей части про топ-менеджмент, да, зачастую. Там присутствуют люди, которые, в общем-то, не знают и не понимают, как это делать. А если там, например, часто бывает такое, что приходит какой-то бизнесмен, покупает клуб и начинает его делать сам, да, и думает, что у него все получится, он зачастую все равно к футболу относится не столько как к коммерческой истории, как к какому-то искусству, как это вот с шейхами, например, происходит. Для них же это, по сути, не столько реальная коммерческая штука, сколько это просто-напросто как бы вот дорогая игрушка. У нас есть свой шейх, это Сергей Галецкий, который, в принципе, бизнесмен и который, ну, в теории можно было бы ожидать, то, что Галецкий будет строить из футбольного клуба некий бизнес-проект, но Краснодар максимально далек от того, чтобы быть бизнес-проектом. Так, именно так, да, ну, это чистая правда, и зачастую футбол именно таким образом функционирует, то есть он не столько бизнес, да, ну, бизнес-то он, по сути, плохой, очень редко получается сделать хороший коммерческий эффективный футбольный клуб, но зачастую это просто убыточная история, которая просто тебе дает возможности, ну, как бы почувствовать себя тем, кто, в общем-то, что-то хорошее делает для региона. Галецкий именно этим, в общем-то, и занимается, и ему за это, конечно, надо говорить спасибо, потому что он для футбола в России делает очень многое, вот, но, как бы, опять-таки, почему мы считаем, что этот подход единственно возможный, почему мы не считаем, что футбол не может по определению быть профессиональным в полном смысле этого слова, да, и коммерчески эффективным? Я в этом совершенно не уверен, потому что у нас есть примеры коммерчески эффективных клубов, есть клубы, которые свою экспансию осуществляют за пределы той страны, где они, в общем-то, в лиге, в которой они играют, есть клубы, которые всемирно известны, есть клубы, которые котируются на биржах, правда, один из таких клубов сейчас попал под проверку, да, и вынесены решения очень нехорошие, и, в конце концов, он лишился 15 очков, но это, опять, это все-таки отдельная история, вот, в общем-то, такие кейсы есть, они есть не в футболе, там, они есть в баскетболе, они есть, там, в других видах спорта, здесь нет ничего принципиально невозможного, но пока это только начинающийся процесс, и, конечно, для того, чтобы здесь повышалась степень именно коммерческой и профессиональной эффективности, требуются соответствующие кадры, и они вполне могут быть изначально не связаны с футболом, но, с другой стороны, я очень сомневаюсь, что, в общем-то, люди, которые совершенно не интересуются футболом, пойдут учиться на, там, спортивный менеджмент, так или иначе, они все равно с этим сопряжены, это такая все-таки история очень специфическая, связывать свою жизнь с этим, ну, значит, все-таки любить этот вид спорта. Я считаю, что они могут принести очень большую пользу, это, ну, такая своеобразная мудрость толпы. Мы можем сказать, что, да, безусловно, как бы, безусловно, идеи главного тренера, его восприятие, это то, что, в общем-то, нужно учитывать точно так же, как идеи, там, спортивного аналитика, да, точно так же, как нужно учитывать, там, идеи какого-нибудь скаута, как нужно учитывать идеи какого-нибудь селекционера и так далее. То есть, ну, здесь складывается некое такое консенсусное мнение, здесь складывается определенная рабочая процедурная история. Как бы, если у вас, в общем-то, все построено на базисе привычки, а я все же, ну, вот, я лично убежден, что по большей части на привычке все и работает. Вот, очень во многих футбольных клубах, во всяком случае, там, мы можем найти исключение, но в целом именно так оно и есть, то я не думаю, что все это может как-то активно развиваться. Вот, за мою память, Локомотив пытался два раза, так сказать, выделиться из толпы и попробовать себя в роли некого футбольного клуба нового веяния, так сказать. Первый раз это было довольно успешно. Пришел Илья Леонидович Геркус на руины, оставленные ему Ольгой Юрьевной Смородской, которая как раз управляла в традиционном российском стиле, ходила наверх к Якунину, выпрашивала большое количество денег, Якунин большое количество денег давал, Ольга Юрьевна спускала это все вниз, все это растекалось иногда в клуб, иногда по карманам, но она ходила по раздевалкам и говорила о том, что вы будете хэппи по поводу премиальных. Пришел Геркус и достаточно быстро футбольный клуб Локомотив превратился в довольно приятный футбольный клуб вот такого европейского типа. И там стали больше как раз обращать внимание на болельщиков, стали делать матч дэй для приглашения этих самых болельщиков. Не то, чтобы это приносило большое количество денег Геркусу, да, и Геркус там все время продолжал ходить к тому же РЖД, к тому, что дайте еще денег, дайте нам нужно. И в итоге на этом самый погорел, потому что накупил кучу игроков под премиальные, которые должен был получить в Лиге Чемпионов, а в Лиге Чемпионов премиальных оказалось гораздо меньше, чем он рассчитывал. Но тем не менее, это был довольно интересный Локомотив, за которым было интересно наблюдать. Во-первых, как ты оценишь... Ух ты, кот прыгнул. Как ты оценишь период Геркуса в Локомотиве, нравился ли тебе этот руководитель и то, что он делал вот именно с такой вот экономической точки зрения для Локомотива, могло ли, если бы Геркус остался еще там на год, два, три, пять, на десять лет руководителем Локомотива, мог бы Локомотив стать таким клубом, твердо стоящим на ногах, вне зависимости от того, что там в коридорах РЖД витает. И во-вторых, да... Ну давай, давай на это ответим. Давай я про Геркуса бы сразу скажу. Просто на мой взгляд ты сам привел отличный пример, когда, в общем-то, пришел человек, который ничего удивительного не сделал, но стало сильно лучше. Вот это вот тот самый случай, понимаешь? То есть я не могу сказать, что Геркус сделал что-то фееричное, да, что Геркус сделал что-то из ряда вон. Он пытался не просто выделиться, а он там настоящую революцию в клубе произвел. Он просто сделал... он просто начал делать нормально ту работу, которая, в общем-то, и должна делаться нормально. И клуб стал намного более симпатичным, да. Опять-таки, я понимаю, что все могут по-разному относиться. Так, по красу, лампасу, но сама по себе идея разрисовать РЖД-арену, но она достаточно интересная. Правильно? Все матч-дэи, опять-таки, те же самые выступления футболистов со сцены, когда из пушек и вакуумных пуляли футболки там и все прочее. Это все достаточно просто, но это все было хорошо, это было все правильно. И здесь нет никакого, я не знаю, чрезмерного... Здесь не надо иметь какого-то чрезмерного таланта для того, чтобы все это получилось. Поэтому, ну, Геркуса у меня, в общем-то, очень простое отношение, это хороший антикризисный менеджер, который знает и умеет делать хорошо свою работу. Но я очень сомневаюсь, что он, в общем-то, может улучшить ситуацию дальше, да, то есть, что с ним есть какое-то дальнейшее развитие. Я думаю, что, в принципе, нет, клуб бы свои результаты брал, безусловно, клуб бы вряд ли там куда-то глубоко проседал, все было бы, в общем-то, нормально, все было бы неплохо. Но говорить о каком-то следующем качественном скачке, мне кажется, не пришлось. Ну, и причем Геркус, да, это как раз вот пример такого человека, который в футбол попал достаточно извне. Он же не был там, не знаю, бывшим футболистом, бывшим тренером, бывшим кем угодно. Он сначала пришел в «Зенит» как болельщик, продвинулся по карьерной лестнице, да, до коммерческого директора, по-моему. Потом матч ТВ, тоже где-то там что-то пытался сделать, телевидение какое-то, потом надолго пропал, и вот его посоветовали в «Локомотив», хотя опыта управления футбольным клубом у него никогда не было. И у меня достаточно хорошее отношение к Илье Леонидовичу, хотя он тоже в большой степени болельщик футбола, и для него многие вещи, они воспринимались именно через призму болельщика, и многие вещи я бы, наверное, на его месте сделал бы по-другому и советовал ему бы сделать по-другому, но вот он делал как чувствовал. Не, ну это понятно, конечно, не без недостатков, но тем не менее, я говорю, что опять-таки в рамках его менеджмента мы не можем вызвать чего-то такого, что было бы, ну скажем так, чем-то чрезвычайным, да, это не создание конвейера Генри Фордом, да, это не какая-то инновация управленческая, это, в общем-то, просто ситуация, когда человек начал, ну, нормально делать свою работу, вот, и получилось то, что получилось, ну вот, это лично мое восприятие. Мне кажется, сейчас путем Геркуса, вот таким вот логическим продолжением идет «Динамо», там тоже достаточно сильный менеджер, это Павел Пивоваров, мне кажется, сильнейший сейчас менеджер в российском футболе, но вот вещи, которые происходят в «Динамо», вокруг «Динамо», то, что они там делают с приглашением всяких известных певиц, тиктокеров, блогеров, и вот эта тусовка, она очень сильно похожа на то, что пытался делать в свое время вокруг локомотива сам Геркус. Вот, ну и, собственно, опять же, «Динамо» сейчас один из самых приятных футбольных клубов, с самой быстро растущей аудиторией, да, может быть, в результатах они там к чемпионству не приблизятся. Но то, что «Динамо» точно совершенно выползла из ямы, когда на них ходило три с половиной тысячи человек и ездило на базу стрелять из пейнтбольных ружей, оно сейчас превратилось в одного из самых задающих трендов клубов. Они все свои чемпионства выиграли в Советском Союзе, все. Дай бог. Вот, ну и давай плавно подойдем к теме немцев в локомотиве, пресловутой, самой тяжелой, самой сложной, к болезненной, в том числе для меня, потому что сейчас уже точно сложилось мнение о том, что у немцев не получилось и не могло получиться, и все заранее это предрекали, все это знали, а те, кто считал наоборот это сумасшедшие люди, но я так и не понял, почему это не должно было получиться и почему, собственно, не получилось у этих самых немцев. У тебя какое отношение было ко всему этому? Считаешь ли ты, что полный провал, знаешь ли ты, где были допущены ошибки или вообще что-то, что думаешь? У меня очень приятное отношение было, на самом деле, с самого начала, когда вот вся эта история с рангником закрутилась. У меня были очень позитивные ожидания, мне на самом деле очень понравилась история, которая касается нашего номера 7, Джека же Крыховика, да, или Крыховяк, я не знаю, как правильно произносится. Все комментаторы, кстати, тоже по-разному произносили, я так и не понял. Вот, ну это на самом деле очень крутая с точки зрения именно трансферной политики ситуация была, которую не сразу же все поняли, не сразу же все разгадали. Мне очень, в принципе, нравились все трансферные кампании, которые происходили, ну за исключением, пожалуй, летней трансферной кампании, которая была перед сезоном 22-23, но там уже сложно говорить о том, что это был в чистом виде, да, немецкий проект. Вот, мне в целом была интересна вот эта вот линия, выбранная стратегия клуба. Мне нравится идея в том, что клуб должен быть коммерчески эффективной единицей, что он должен оптимизировать свои операционные затраты и повышать свои операционные доходы для того, чтобы выходить, ну, во всяком случае, хотя бы в ноль, не только на трансферном рынке, но и в рамках общей своей деятельности, а лучше зарабатывать так или иначе прибыль и осуществлять экспансию, в том числе и за счет маркетинговых инструментов и так далее. Все это, как бы, мне казалось очень правильным и приятным, и на самом деле все это кажется мне до сих пор точно таким же. Я не считаю, что это не могло быть реализовано в России. Сама по себе эта вот схема связана с тем, что мы разбираем молодых талантливых игроков, потом их продаем дороже. Это то, что могло вполне себе работать. Другое дело, что в России реализовать такой проект сложнее, но совсем не по тем причинам, о которых часто говорят. На мой взгляд, все это сделать сложнее по причинам следующим. Здесь, знаешь, как вот в теории игры есть дилемма заключенного. Слышал уже наверняка такое, да? Когда, ну, короче, если говорить просто, да, у нас есть два заключенных, которых поймал к себе следователь, и они, значит, которых поймали полицейские, соответственно, они сидят перед следователем, он их допрашивает, короче. Вот. И они друг с другом не могут никак скооперироваться. И каждому из этих двух заключенных наш следователь говорит, что, короче, другой тебя сдал, признавайся, и тогда ты выйдешь на свободу, он сядет. Вот. Если они оба не признаются, то, в общем-то, они на самом деле отсидят ровно столько, сколько необходимо в рамках СИЗО. То, что решил суд, в общем-то, нет никаких других доказательств. Если, в общем-то, один признается, один настучит, а другой не настучит, то все получит только одна сторона, да? А другая выйдет на свободу тут же. Если оба настучат, то оба сядут, да? И вот возникает проблема, которая заключается в том, что, в общем-то, если была бы возможность кооперации, они бы оба молчали, но из-за того, что кооперации нет, то, соответственно, доминирует профиль стратегий, связанный с тем, чтобы стучать друг на друга. И в итоге они попадают в негативное, ну, скажем так, в плохое равновесие, когда оба друг на друга стучат, в конце концов, оба садятся в тюрьму. Да, вот дилемма заключенного. Ну, может быть, слушатели, если хотят поподробнее узнать, могут посмотреть фильм, который называется «Игры разума» с Расселом Кроу, как раз там про Джона Нэша, который вот описывал всю эту историю. Он доказал, в общем-то, теорему, связанную с тем, что существует так или иначе подобное равновесие в играх с определенным количеством игроков, ну и так далее, неважно. Вот. Так вот, и проблема заключается, на мой взгляд, в том, что, в общем-то, в российском футболе пытаться проводить стратегию сложнее именно в силу вот схожих причин. Потому что, в общем-то, как бы, если бы это был некий такой обобщенный вектор, на тебя бы, ну, такого объема внимания со стороны, в общем-то, тебе не было бы посвящено, не было бы такого давления. Давление со стороны СМИ, давление со стороны, в том числе, болельщиков, которые ждут результаты и так далее. Дело в том, что любая перестройка, абсолютно, особенно такая коренная перестройка, она неизбежно будет влиять на спортивные результаты. И вполне возможно, что команда будет получать более-менее нормальные спортивные результаты только через там 2-3 сезона. Ну, то есть, может быть, даже и больше придется времени на это убить. Это неизбежно. Ты фактически обновляешь полностью состав, ты полностью берешь и команду по новым принципам начинаешь выращивать. Ну, тут за примерами, мне кажется, далеко ходить не надо. Посмотрите на текущий Ливерпуль, да? Безусловно, конечно, у них там есть определенная эпидемия травм. Безусловно, там, конечно, ушел Мане, но, в общем-то, по большей части, мне кажется, их 10-е место как раз связано, по-моему, еще до сих пор 10-е, не знаю, может быть, они уже ниже там опустились. Оно как раз связано с тем, что, в общем-то, в команде старички перестали приносить тот результат, который необходим отсюда. В общем-то, опять-таки, эпидемия травм. Играет молодежь, которая еще не привыкла к системе Клопа, которая только еще адаптируется к лиге. Очень много новых игроков и, соответственно, просто-напросто они, естественно, того результата, который был раньше, не могут достичь. И это нормально. И, например, владельцы Ливерпуля не спешат брать и что-то очень быстро менять. Конечно, можно было бы быть поактивнее на трансферном рынке. И все болельщики Ливерпуля, наверное, скажут, да, мы согласны. Но, тем не менее, они делают то, что делают. И они верят. Как Челси. Да. Но они верят, во всяком случае, в то, что они делают. Они доверяют Клопу. Они верят, что, в конце концов, все это закончится нормально. У нас же, в общем-то, в силу определенной специфики и российского чемпионата, и российских болельщиков, которые, на мой взгляд, намного более консервативны, намного более конформистски настроены по отношению ко всем подобного рода изменениям, которые, в общем-то, зачастую придерживаются, ну, не все, конечно, я думаю, что далеко не все, но многие до сих пор придерживаются такой вещи, как там лимит на легионеров высокие и прочие, которые, в общем-то, как бы живут несколько в другом пространстве. И самое главное, что эти же болельщики, они же являются активными читателями вот этих новостных ресурсов, а это клики, и, соответственно, СМИ имеет очень важный и такой выраженный стимул так или иначе лить воду на эту мельницу, и, соответственно, давление здесь только усиливается. И как раз именно в этом плане реализовать такую стратегию намного сложнее становится, потому что, к сожалению, и это, пожалуй, главный был провал стратегии Рагника и, в принципе, реализации всей этой истории, это очень плохая, очень посредственная медийная работа, очень посредственное объяснение, что именно вы делаете, очень малый переговорный процесс с самими болельщиками, абсолютное, на мой взгляд, наплевательское отношение к лидерам мнений среди болельщиков для того, чтобы объяснить им, почему это важно, почему это нужно. Низкое участие самого по себе клуба в жизни футбольного болельщика и, соответственно, донесение каких-то ключевых идей, мыслей со стороны руководства, тех, кто проводил всю эту стратегию, люди этого не понимали, люди видели падение в результатах, люди слышали при этом, как многие товарищи говорили про то, что там Рангник и немцы пришли пилить в локомотив, они видели там рекордные суммы, боже мой, 50 миллионов, значит, было потрачено за там трансферное окно, какой кошмар, все, видимо, теперь все, уже больше ничего не получится сделать. Вот, естественно, в условиях такого давления реализовывать дальше эту стратегию было крайне тяжело, я думаю, что даже если бы не случилось там 24 февраля, если бы Корнетко там продолжала курировать всю эту тему, тем не менее, как бы локомотив продолжал бы оставаться под давлением, скорее всего, спортивные результаты были бы лучше, чем они есть сейчас, но под давлением они бы оказывались и дальше просто колоссальным. И без нормальной медийной работы, без нормального медийного сопровождения, я думаю, что все это могло рано или поздно быть свернуто, даже в том случае, если бы вот такой проблемы, как сейчас мы бы не наблюдали. Вот. Ну, вот у меня в целом такое отношение к этой ситуации. Все полетело, конечно, уже основательно в Тартарары после 24-го, я считаю, что в принципе ЦОРН сумел сделать очень такую важную вещь, за которой весной локомотив не провалился, да, он все-таки сумел удержать костяк команды, он сумел там сделать так, чтобы никто не ушел из локомотива, да, с теми, с кем проводилась непосредственно вот эта вот работа в межсезонье, не в межсезонье, как это, господи, ну зимой на сборах. Вот. И в этом, конечно, его большая заслуга. Но как бы дальнейшее усиление было невнятным, потом, соответственно, уже мы не наблюдали какого-то положительного решения в части тренера, мы наблюдали, что, видимо, ЦОРН делал, ну считал, что как бы он, ну или все прочитал, или он был очень сильно, во всех случаях, он был уверен, что это точно сработает, а результатов не было, давление только усилилось, ну и в конце концов, все закончилось, и немецкий проект тоже закончился. Другое дело, что определенные отголоски немецкого проекта, на мой взгляд, продолжают жить, и мне, мне это приятно. Ну, они продолжают жить в том смысле, что, в общем-то, молодые футболисты, они по-прежнему, как мне кажется, являются приоритетом даже текущего менеджмента локомотива. Просто сейчас идет, ну, некая такая попытка адаптироваться под те условия, в которых находится российский футбол. Вот, понимание того, что, в общем-то, сейчас работать на продажу иностранных игроков будет сложнее, хотя это тоже нельзя, в принципе, исключать, тем не менее, сделки так или иначе заключаются, проводятся. Вот, и переходит на такую немецкую стратегию с российской спецификой уже в усеченном виде и с приобретением, в опыту футболистов. Но так, чтобы, я думаю, что это, знаете, как таргет от Центрального банка, да? Есть Центральные банки, которые устанавливают цель по инфляции, но они не говорят, что инфляция в конкретный год будет именно такой. Главное, чтобы в среднем она была около цели. Вот, примерно так же со средним возрастом команды стартового состава. То есть, да, безусловно, у вас могут быть возрастные игроки, но выдерживается возраст стартового состава. Смотри, мы говорили про шоковую терапию, когда обсуждали госфинансирование. Получается же, что вот эта немецкая стратегия, которая пришла в 2021 году, она и была шоковой для Локомотива, потому что резко стали обновлять состав, резко его стали омолаживать. Большое количество людей, которые играли там в 2019-2020 году и даже в 2021 году, покинули клуб так или иначе, у кого закончился контракт, с кем расстались и у кого, кто просто карьеру завершил, вот, и на их место пришли новые. Это как раз та самая шоковая терапия, про которую мы говорили, и ты говорил о том, что, ну, не совсем хорошо эту самую шоковую терапию применять, если есть другие. Есть нюанс, это, смотрите, одно дело, когда ты проводишь реформы для, в целом, ну, смотри, короче, я имел в виду, что одно дело провести реформу в рамках коммерческой организации, другое – провести реформу в рамках целой отрасли. Это несколько разноуровневые вещи, мне кажется, что здесь вот эта вот разнопорядковость, она имеет очень важное значение. То есть, одно дело, когда это происходит в ходе эксперимента для одного клуба, другое дело, когда этому подтвергается вся футбольная система внутри страны. То есть, ну, я эти вещи развожу. Это как знаешь, то есть, ну, я считаю, что у коммерческого предприятия может быть проведена очень достаточно резкая перебалансировка всего, чего только может быть, потому что это, скажем так, решение в рамках очень конкретного предприятия, и, по сути, рискует только это предприятие. Именно в этом смысле, да, здесь не затрагиваются прочие агенты. Понятно, что здесь там есть болельщики, но есть и потребители там у той или иной компании. Коммерческая компания может на это пойти, в принципе, так же, как на это может пойти футбольный клуб. И здесь резкие изменения вполне возможны, они, как бы, для меня не кажутся столь же потрясающими, как если мы говорим о макроуровне. Ну, собственно, давай я сформулирую мысль и задам вопрос, тогда ты сможешь чуть более развернуться. Произошла вот эта вот шоковая терапия, и мог ли, мог ли вот этот вот немецкий департамент или Томас Сор, например, чуть позже уже, когда случилось 24 февраля, уйти от радикальности, уйти от того, что мы вот все меняем и делаем вот теперь по-новому, молодые игроки, покупаем на перепродажу, пытаемся развивать и затем продавать. Сделать это как-то, ну, постепенно. То есть, ну, не обрывая все связи предыдущие, да, сначала там, не знаю, одного игрока приобрести, там, чуть-чуть его развить, продать, потом там еще кого-нибудь. Или уже после 24 февраля Цорн такой, блин, ну, пока у нас явно есть проблемы с тем, чтобы сейчас покупать молодых игроков из Европы и, соответственно, продавать, давай мы немножечко свернем вот эту вот нашу деятельность, будем сейчас выживать кое-как, а потом уже затем, когда все нормализуется, мы вернемся к старым лекалам. Либо, если уж ты начал, то гони на полную. Нет, ну, гнать на полную, конечно, после 24 февраля было не нужно, вот, я считаю, что, в общем-то, все было более-менее правильно сделано, если мы говорим с вами про весну. Ну, то есть, на мой взгляд, весна была, в принципе, от менеджера правильно, корректно. То есть, еще раз, смогли удержать фактически всех игроков, которые были приобретены в предыдущие летние и зимние трансферные окна. Ну, там уже трансферное окно закрылось, да, ты, по сути, ну, да, они удержали, но началось... Но они могли приостановить контракты совершенно легко. Не, я понимаю, что они могли приостановить контракты, но, слава богу, да, они там договорились, удержали. Но после этого началось летнее трансферное окно, и мы увидели все то же самое. Да, вот тогда вот как раз нужно было, на мой взгляд, несколько менять подход, как бы, нужно было, ну, на мой взгляд, нужно было, как бы, менять подход вот в какой части, да, вряд ли здесь нужно было каким-то образом сильно менять стратегически, но тактически можно было от этого, в общем-то, отойти. Ну, было же понятно, что теперь о приглашении какого-то иностранного тренера, как бы, ну, который мог бы поставить соответствующий футбол, не могло идти речи, да, и, соответственно, нужно было изначально пытаться искать такого специалиста, который либо, как тот же самый, там, Абаскаль, хочет себя проявить, потому что у него пока еще не было подобного рода возможностей, да, но опять здесь мы же сами понимаем, что это как русская рулетка. Можно, как бы, получить Абаскаль, а можно непонятно кого, да, либо, да, можно Компера, да, да, либо уже искать какой-то более надежный вариант, который максимально адаптирован к той стратегии, которая была изначально реализована. Как бы, я бы сам, если бы был менеджером, я бы исходил из того, что за рубежом никого искать не стоит, нужно как бы постараться, как бы, здесь найти какой-то более-менее подходящий вариант, который был бы не лучшим, не наилучшим, да, но, во всяком случае, приемлемым, таким, который бы позволил там, во всяком случае, вот это время неопределенности пережить и при этом не упасть как-то сильно в результатах. То, что, в общем-то, сам по себе состав был достаточно хорош. Конечно, опять-таки, большая ошибка, которая была совершена, это то, что когда ушел там тот же самый Ян Кух, тогда не был приобретен нормальный центральный нападающий. Эта позиция не была закрыта. То есть, кого только не искали, кого только не подписывали, но какие только позиции, за исключением нормального ЦФД. Ну, там понятно, что Игнатьева подписали, но мы сами понимаем, что мы все желаем, я думаю, Ване Игнатьеву, чтобы он себя смог проявить и чтобы он, в конце концов, себя смог перезапустить свою карьеру в локомотиве, чтобы он принес пользу локомотива. Но мы понимаем, что прямо сейчас Ваня все-таки не является таким стержневым игроком-игроком основного состава. А эта позиция явно и очень сильно провисала. И много других моментов. Но самое главное, мне кажется, что действительно в отношении тренера нужно было исходить... Ну, просто получилось так, что нашли какого-то номинала и доверились человеку, у которого нет не просто тренерского опыта, а который, в общем-то, никогда даже не претендовал на наличие этого, на то, чтобы этот опыт получать. Который приехал совершенно за другими целями в локомотив. Это же очень странно. Ну, на самом деле, это очень в стиле Рэдбула, на который, собственно, всегда и ориентировались. Если посмотреть Рэдбул Зальцбург, там постоянно тренеры, те, кто не имеют толком вообще никакого опыта. Ну, либо максимум это опыт в молодежных командах, в юношеских. Так у него же даже не было опыта в молодежных и юношных Он был помощником, но он там больше 100 матчей провел под началом Рангника, Рангник в него очень сильно верил. Я прекрасно, я думаю, что знаете, что я совсем не поклонник решения был ставить компертренером. Еще 24 февраля, когда это все объявилось, я задавался вопросом, почему и как это решение могло было быть принято. И когда его еще в июне оставили, я уже точно был против. Но я прекрасно понимаю, что двигало Сорном, это вот этот вот некий референс в виде Рэдбул Зальцбурга, где там то Инглич, Фабио Инглич, который с какой-то командой Ю-17 Зальцбурга набрал максимальное количество очков за историю и такие все, о, вау, это новый супертренер. Ты же понимаешь, что сейчас ты перейдешь к тому, чтобы сказать, почему Мишаткина не позвать? Нет, нет, это вот именно, что для меня это ненормально, когда ставят тренера, которому 30 лет, который до этого работал только с командой там 17-летних, и его ставят на то, чтобы он руководил большой главной командой Зальцбург, и у него, насколько я знаю, получились достаточно большие проблемы с управлением клубом. Но, типа, были и более хорошие примеры, когда все получалось. Но это вот так работает Рэдбул, но главное, что, как я для себя... Подожди, вот, сейчас-сейчас, подожди, я тебе не скажу что-нибудь, у меня почему-то звук... Раз, два, три, раз, два, три. Нет, я тебя сейчас не слышу. Сейчас, подожди, ну ты говори, я сейчас переподключу. Батарейки сели. Нет, видео, а звук просто переключу. Для меня главное вообще, а различие в итоге между Рэдбул, Зальцбург и Локомотивом, он случился в том, что когда Рэдбул заходил в Австрию, они взяли и выкупили клуб из Зальцбурга, чему были очень сильно против местные фанаты. Они категорически не приемли то, что большой концерн заходит в австрийский чемпионат, и то, что они выкупают целый клуб, у которого были фанаты, и то, что они там меняли эмблему, то, что меняли цвета клубные, вообще все были категорически против этого, даже несмотря на то, что это означало вливание большого количества бабла, и, соответственно, гораздо больше шанса было на то, что их клуб станет гегемоном в Австрии, будут какие-то успехи в Лиге чемпионов получать, Холланда заполучат, и вот это все, вот. Но для Рэдбула это означало то, что они получают полный контроль над клубом, и вне зависимости от того, что говорят пресса, что говорят болельщики, что говорит руководство, там, не знаю, Австрийской Федерации Футбола, вообще, вне зависимости от этого всего, они просто делают то, что они считают важным, что считают нужным. У них в итоге все получилось. Понимаешь, это то, о чем я и говорю, что как бы давление, оно было колоссальное, на самом деле, на локомотив, который пытается сделать то, о чем все очень часто и много говорят, но то, что, в общем-то, никто не делает. Ведь действительно, да, это самая немецкая стратегия, это то, что, ну, наверное, после 2019-2020 года писали практически все журналисты, практически во всех изданиях о том, что вот нужно все менять, нужно совершенно другой подход, нужно смотреть там на то, как у нас, значит, детский футбол развивается там в Австрии, в Бельгии, в Дании, нужно смотреть на то, каким образом клубы живут там, там, сям и так далее. Вот, нужно делать по-другому. Локомотив начинает делать по-другому. Огромное количество голосов с разных сторон появляется о том, что немцы пришли пилить бюджет локомотива. Вот, просто колоссальное давление идет. При этом, в общем-то, ну, все равно не создавалось впечатления, что есть полный, полноценный контроль, да, над всей этой деятельностью в клубе у той команды, которая, в общем-то, пришла этим руководить. Мы еще упускаем фигуру такого человека, как Плутник, который, в общем-то, изначально все это и затеял, который пришел в декабре 2020 года в локомотив, затем начал сначала одного пригласил немца посмотреть, что происходит, и придумать ему стратегию за 100 миллионов рублей, потом второго немца Рагника, потом Цорна к нему присобачил, и пошло-поехало. То есть Плутник в итоге здесь такая, получается, центральная фигура, но довольно тоже с бэкграундом из Дом РФ, из веба, откуда он там пришел. Короче, тоже у него не чистая биография, которой можно было бы довериться. То есть думаю, что если бы, если бы все то же самое, но делал Геркус, да, предположим, Геркус взял и сошел с ума и начал обновлять полностью состав, а он был близок к этому, когда чуть не уволил Семина после девятого места, после восьмого, на кого там место занял, ну, короче, после первого сезона. Он был очень близок к этому, чтобы взять, поставить там скрипника немецкого тренера. Ну и он же тоже часто говорил о том, что нужно зарабатывать, нужно молодых игроков перепродавать, что хорошая молодежь, Казанкову он создал в том числе ради этого. Ну, короче, вполне думаю, что если бы этим занялся Геркус, у которого репутация была лучше, то и отношение к этому было бы совсем другое. Это я согласен, но мне кажется, что как бы все равно не нужно упускать специфику нашей лиги, специфику, ну, как бы, восприятия в целом в России тех или иных инноваций, мне кажется, что как бы в любом случае был бы определенный негатив в этом плане, в этом поле, и все равно бы огромное количество голосов раздавалось бы, которые оказывали серьезное бы давление на реализацию таких вещей, таких стратегических моментов. Я считаю, что недоработка в медиа – это была очень большая и очень серьезная проблема. Я задавал еще часть вопроса, у тебя как раз наушник отключался, или что у тебя отключалось, по поводу того, можно ли было не гнать на полную изначально, то есть не увольнять, ну, то есть они уволили Николича, поставили, гиздали, то есть это все произошло в рамках там, не знаю, пару месяцев. Растяните это хотя бы там на 2-3 года, да, то есть чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но в конце, спустя там 2-3 года, оп, оказывается, что у вас уже обновленный молодой состав, по чуть-чуть, а не в одно трансферное окно. Закончился контракт с Николичем, вы поставили нового тренера и вот так далее. Они вот это все очень сильно спрессовали на расстоянии 3-4 месяцев, и мне кажется, что в этом тоже была достаточно большая ошибка. Ну, нет, безусловно, как бы оглядываясь назад, мы можем сказать о том, что как бы можно было бы сделать все лучше, да, что мы могли бы действительно как бы так или иначе растянуть весь этот период. Наверное, это действительно был бы более оптимальный вариант. Так, у меня, походу, наушники сели, вот в чем самая главная беда. Если я включу звук на компьютере, это же не проблема будет, я думаю. Если он будет попадать в микрофон, то будет небольшая проблема. Сейчас, секунду. Так, ну-ка. Раз, два, три, раз, два, три. Вот, все, все, слышно, слышно. Не проблема? Да, не слышно, но я... Хотя нет, вроде сейчас нормально. Окей, давай. Да, да, да. У меня просто сели наушники, думаю, почему они отключаются. Короче, в общем, дело заключается в том, что, да, безусловно, оглядываясь назад, пожалуй, как бы мы можем достаточно легко сказать, что, как бы, нужно было бы сделать это все более плавно. Безусловно, там, увольнение того же самого Никельча, это очень странная история. Я думаю, что никто здесь... Ну, вряд ли есть кто-то, кто бы сказал, что, как бы, это точно было то, что нас не удивило. Во всяком случае, я не очень понимаю, для чего его нужно было увольнять до конца, там, того же самого осеннего периода. Может быть, для того, чтобы плавно, более плавно команду там вводить в то, чему там будет, какой футбол будет ставить Гиздель уже непосредственно в рамках зимних сборов. Может быть, поэтому такое решение было принято. Может быть, оно было принято совсем по другим соображениям. Мы, в любом случае, этого не знаем и никогда не узнаем, я думаю, да. Но это было действительно странное решение. Как бы, ну, а если так посмотреть, то, в общем-то, какой... Кого в целом... Ну, вот, давай так, это уже к тебе будет вопрос. Кого в целом ты считаешь преждевременного брали из команды? И какая позиция в результате как раз именно такого преждевременного удаления из команды, получается, сильно провисла в рамках вот этих всех вот операций, связанных как раз с продажей и покупкой игроков? Ну, слушай, думаю, что многие тебе, безусловно, припомнят Джегоша Криховика, который стоило оставить в клубе и пускай играл бы. Не знаю, может быть, там, не знаю, уговорить Чорлуку остаться, может быть, не знаю, Эдера какого-нибудь или Влад Игнатьев, по-моему, у нас еще ушел в то же самое окно. Но, ну, то есть, и даже не только это, да, но можно же было, да, у тебя ушли эти игроки, ну, возьми, найди не какого-нибудь Едвая и Керка, который тоже не пойми кто, а то, ну, типа, ушел Криховик, ну, возьми ты человека, сопоставимого с ним уровня и опыта, а не людей, которые, там, не знаю, Едвай не заиграл в Германии, но ты в него супер веришь, что он тебе понадобится, да. То есть, ну, заменить Чорлуку Едваем, ну, история не самая надежная, прямо скажем. Ну, типа, я не то чтобы отстаиваю, да, я не то чтобы отстаиваю прям вот эту точку зрения, но можно было бы не так сильно. Мягче, мягче, все провести мягче. Да, не так сильно, вот чтобы это не было прям, ой, а у нас оказывается новая команда и еще и новый тренер, хотя и предыдущего все уже успели полюбить и, короче, в итоге получилось то, что получилось. Просто вот я не знаю, у меня ощущение, что они куда-то очень сильно спешили вот с этим всем и я не очень понимаю, почему эта спешка была нужна, если вы думали о том, что у вас большое количество времени впереди и вы не знали о том, что 24 февраля случится то, что случится. То есть, когда ты знаешь, что 24 февраля у тебя все закончится, то понятно, почему ты за полгода решил попробовать все сделать, что только мог. Вот, но если ты не знал об этом, то кажется, что, ну, вот сейчас у тебя есть полгода, потом еще полгода, еще полгода. И я с этим С этим как бы можно согласиться Да, безусловно, все можно было бы сделать иначе Все можно было бы сделать грамотней Как бы, но Я не знаю, как Короче, мне очень сложно Сформулировать эту мысль, но в общем она заключается Если говорить коротко в том, что Это как бы понятно Уже сейчас Потому что мы видим определенные результаты Это Ясно в моменте Плюс ко всему Наверное Плюс ко всему, наверное, вот именно Если говорить о Более постепенном подходе Здесь Важен Такой нюанс Что У меня есть предположение, что возможно там были Какие-то договоренности Непосредственно с Корнеткой и Рангником То есть у меня есть такое предположение Что они изначально вполне Возможно заключали какой-то более краткосрочный На самом деле контракт, который был Связан Именно с Какой-то достаточно быстрой реформой И это такое было, может быть, быстро Ну, как бы для Рангника и Корнетки Возможно, это было Изначально Идея такого портфолио Да, то есть Как бы сделать определенный проект И, соответственно, дальше же Развивать свое агентство И с локомотивом Изначально это обсуждалось Что будем курировать дальше Но в целом мы хотим Чтобы активная фаза Там завершилась до конца 21-го года Вполне вероятно, что как бы Ну, нечто похожее могло существовать Да, нечто похожее можно Можно предположить Может быть, это были именно условия Со стороны Вот как раз таки тех Кто реализовывал изначально эту стратегию И как бы Своя репутация отвечал за то Что это будет в конце концов Так или иначе Вот Я, честно говоря, не знаю Но в любом случае Как бы даже в том случае Даже тогда Когда бы ты Все это более медленно Бы проводил Ты бы все равно Так или иначе Был вынужден избавляться От тех игроков Которые уже возрастные И у которых большие зарплаты Которые травмируются и прочее Это все равно бы происходило Рано или поздно Все равно бы произошла Отставка Николича И я полагаю Что в любом случае Существовал бы Очень серьезный такой резонанс В этом отношении Да Ну, как ни крути Когда там И Криховика продали Да И, грубо говоря Когда Николич В конце концов Оставился Ну, ушел Да И вы ушли из клуба Скажем так Если бы это случилось Там несколькими месяцами позже Это все равно Тоже был бы определенный Резонанс Это все равно бы вспоминали И все равно говорили бы Пусть играл бы И нормально было бы Понимаешь Как бы на мой взгляд Все-таки Самая главная проблема Которая здесь существует Это как раз таки Отсутствие объяснения Почему все это было Необходимо сделать Это знаешь, как вот В отношении Например Каких-то сложных реформ Которые проводятся На государственном уровне Там В любом государстве Всегда болезненно Проходит пенсионная реформа Какое Какое ни возьми Всегда болезненно Если нету Внятного объяснения Почему это необходимо Если при этом Нету нормальной коммуникации Которая Заключается в том Что Да, это как бы Непростое решение Но у нас Смотрите Какой план Что там Те у кого Кому сейчас Например до 35 Они будут уже жить По новому пенсионному режиму Да, все остальные Тоже Остаются там На старом Это может намного Мягче восприниматься Нормальная работа С медиа Нормальное Объяснение Что вы делаете Это то, чтобы Ну как бы Не реализовывалась стратегия Сильно бы смягчила К ней отношения Сильно бы понизила давление Сейчас Я еще раз говорю Что задним числом Понятно Что многие решения Не были оптимальными Понятно Но я не думаю Что Во всяком случае Для меня В моменте Все это именно Так же не Осознавалось Я настолько сильно Это не улавливал Как я сейчас С тобой говорю И могу сказать Что ну да Можно было бы так сделать Можно было бы так сделать И так Тогда наоборот Была скорее Такая своеобразная эйфория Что наконец-то Кто-то что-то Начал интересное делать И самое главное Что это делает Тот клуб За который я болею Понимаешь У меня Другое восприятие было И я не понимаю Почему Такой негатив Есть извне Вот на мой взгляд Самый главный Провал Это как раз Провал В части работы Ну внешних коммуникаций В том числе Коммуникации с болельщиками И это Это главная беда Мне кажется Что вообще В принципе Невозможно Такую штуку Как футбольный клуб Преформировать Если ты При этом Всячески Закрываешься От тех Ради которых В общем-то Этот футбольный клуб И существует Как и сам футбол Ну это Наверное Самая большая Моя боль Начал тебя Себя слышать Можно как-то Эхо убрать Выключу До этого не было Это самая большая Боль для меня Вообще В локомотиве И то Что нету Общения с болельщиками И то что На какой-то В какой-то момент Просто решили Забить на то Чтобы объяснять Свои решения И публиковаться В медиа Мы даже с тобой Помнится Разговаривали О том Что они Выбрали Как со-спикера Какую-то газету Деловая Москва Вечерняя Москва Что-то в этом роде Типа Ну мы же там Опубликовали статью Ее же должны были Все болельщики Это известия были Известия Известия В известиях Опубликовались Это такой трэш Это так странно Было слышать Из уст человека Который отвечает За маркетинг В локомотиве Вот Но типа Да Это большая проблема Большой провал Смотри Многие Многие Говорят Что Наследство От всей Этой немецкой Истории Это большая Финансовая дыра В размере Там 40 миллионов Евро Или сколько Они там потратили На трансфер И вообще Огромный долг В бюджете Локомотива Насколько Вот я думаю Что ты должен Более-менее Представлять И знать Насколько Все вот это Вот реально Влияет на РЖД Насколько Вот эти вот Траты 40-50 миллионов Евро Они действительно Легли большим Грузом На Локомотив Что теперь Локомотив Находится в большой Финансовой яме Из-за этого В том числе Не можем покупать Нормальных футболистов Не можем давать Нормальные зарплаты Сейчас установили Там потолок зарплат Примерно в миллион Долларов В год Хотя раньше Могли 2 и 3 Давать Короче Насколько Для РЖД Вообще Локомотив Это вот Такое Такое Вот финансовое Бремя Что Что в конце Концов Через 2 Через 3 Года Может быть Через 4 Года Они скажут То что все Мы больше Не готовы В вас Вкладываться И давайте Дальше Как-нибудь Сами Слушай А разве Потолок зарплат Был Установлен После Именно Вследствие Именно Высоких Трат Мне казалось Что это Просто В целом Одно из Стратегических Решений Как раз Было Мы не знаем Когда вообще Установлен Этот потолок Зарплат На самом деле Да Мы знаем То что Более-менее Знаем То что Немцы Например Не давали Больших Зарплат И самая У того же Керка Но все равно Это было Там Миллион Двести Что ли Ну то есть Реально Маленькие Деньги Но вот Недавно Были Новости О том Что Локомотив Установил Потолок Зарплат Для себя Что они Больше Не подписывают Игроков На деньги Больше Чем Миллион Долларов В год Но это Больше Такой Штришок К портрету Локомотива Нынешнего Времени Вопрос Немножко В другом В целом Насколько Обременительно Для РЖД Если говорить В общем То я вообще Сомневаюсь Что это Какое-то Серьезное Обременение Давайте Не будем Забывать Что годовая Выручка РЖД Это Где-то 2 триллиона Рублей Прибыли Исчисляются Десятками Миллиардов Рублей И Траты Которые Приходятся На Локомотив Это Явно Не Самые Большие Траты В структуре Общих Издержек И затрат Российских Железных Дорог Безусловно Хотелось бы Их урезать В условиях Когда наступает Какая-нибудь Кризисная Ситуация Это совершенно Нормально Для любого Предприятия Начинать Резать Определенные Непрофильные Затраты Для этого Я так понимаю Проводилась Изначальная Стратегия Чтобы в случае Такой стрессовой Ситуации Можно было Стоять на плаву И быть Достаточно Финансово Автономным В целом Конечно Смешно Говорить о том Что Из-за того Что Локомотив Потратился Трансферный Окно И потратил 50 миллионов Долларов По-моему 50 миллионов Ну Ролен 50 миллионов В общем За все Трансферные Окна Да Их было Три Трансферных Окна Да Там Порядка 50 миллионов Вышло Ну По крайней мере Если верить Трансфермаркту Да Первое Что нужно сказать Во-первых Всегда надо Смотреть на Сальдо Трансферных Окон А не просто На расходы Потому что В конце концов Если мы посмотрим На Как бы Результаты От этих Трех Трансферных Окон Мы увидим Что в общем-то Они лучше Чем за 6 Предыдущих Трансферных Окон То есть Общее Сальдирование Такое Не включая Текущее Трансферное Окно Я имею ввиду Если мы возьмем Получается Три Трансферных Окна Лето Зима Лето Вот Если вот Эти три Трансферных Окна Возьмем Посчитаем Сальдированный Результат Он лучше Чем 6 Трансферных Окон В совокупности По Сальдировному Результату До этого Сезона То есть Говорить о том Что здесь Что-то такое Неимоверное Произошло Что Обрушило Все финансы Клуба Ну Мне кажется Это достаточно Глупо Тем более Что Как бы Ну Сама по себе Там Бухгалтерская Практика Она все-таки Несколько иная Как бы Да Понятно Что Были авансированы Определенные Средства Но мы же Понимаем Что те же Кредитные Схемы Где-то Все это Дело Завязывается На В части Там Тех же Самых Бухгалтерских Операций В части Там Амортизация Амортизируется Там Расходы И прочее Ну Как бы Я не верю В то Что Эти траты Могли вызвать Какие-то Существенные Финансовые Проблемы В клубе Вполне Возможно Я могу Это допустить Что В общем-то Сам по себе Плутник И скорость Стратегии Как бы Я об этом До этого Не сказал Но Как бы Такая мысль У меня была Я просто Когда много Говорю Могу Что-то Забыть Сказать Это нормально Вот Сама по себе Скорость Вот этой Вот Стратегии И плутник Который Появляется Во всей Этой Истории Они Могли Быть Изначально Вызваны Первоначально Ну Вот этим Желанием РЖД Оптимизировать Расходы На Непрофильные Активы То есть Я думаю Что здесь Причины Следственной Связи Они Не те Которые Часто Диктуются В телеграм Каналах Что Как бы Именно Немецкое Наследие Стало Причиной Финансовых Проблем Локомотива Мне представляется Что именно В силу Того Что само По себе РЖД Изначально Планировала Вот эту Вот идею Связанную С тем Чтобы Оптимизировать В том числе Расходы И в целом Избавиться От многих Непрофильных Активов Вот Именно Эта идея Изначально Она В общем-то И в том числе Вызвала Вот эту Всю Стратегическую Историю Которая Так или иначе Завязана На Изменения Как бы Мне представляется Что вот это Наверное Первоначальный Импульс И причины Следствия Здесь Выстроены Совсем Не так Как Это Популярно Предлагают Интерпретировать Вот Это первый Момент А второй Момент Как бы Если вы Все переживаете За индексацию Тарифов На проезд В электричке Я могу Сказать вам Следующее Для того Чтобы Не росли Тарифы В электричке В электричках Для того Чтобы Как бы Они снижались В том числе И снижались Тарифы На Железнодорожные Перевозки На товарные Грузовые Или гражданские Перевозки Необходимо Чтобы РЖД Из такого Мега Монстра Мега Корпорации Превратился В того Кто содержит Инфраструктуру Железнодорожную Локомотивная Тяга Подвижные Составы Вагоны Те же самые Электрички Все это Дело Оно было Отдано В частные Руки Потому что Тарифы Растут Просто по Очень простому Правилу Регулирования Так называемых Естественных Монополий Это Правило Которое Звучит Следующим Образом Инфляция Минус Практически Во всех Естественных Монополиях С определенной Периодичностью Индексируется Тариф На железнодорожные Перевозки По разным Совершенно Профилям На инфляцию За вычетом Определенного Процента Это происходит В определенных Потоках Ежегодно Где-то Это происходит Иначе Там реже Где-то Это может Происходить Чуть чаще И так далее Это банальное Правило Которое Просто выработано Антимонопольной Службой И оно вообще Ничуть не связано С тратами РЖД и Локомотива Это просто Специфика Управления Естественными Монополиями Для того Чтобы этого Не было Необходимо Чтобы опять Как бы Само по себе РЖД Была владельцем Инфраструктуры Зарабатывала С того Что сдает Эту самую Инфраструктуру В аренду Тем Кто Осуществляет Те или иные Перевозки Как это на самом деле Изначально И начинало быть На рубеже 90-х нулевых Как бы тогда Ну такие Подвижки были Вот тогда Тарифы будут снижаться Потому что возникнут Определенные Конкурентные Правила Когда существует Определенный Маршрут Есть владельцы Локомотивов Есть владельцы Вагонов Локомотивов Не футбольных Клубов В смысле И соответственно Они могут Они претендуют На то Чтобы как бы На этом маршруте На этом маршруте Непосредственно Производить Перевозку И открывается Лот Идет конкуренция За этот лот Кто предлагает Тот и выигрывает Или там Они могут быть Вместе Перевозчиками На этом маршруте Это все Достаточно Неплохо работает И Здесь в качестве Такого позитивного Примерно Можно вспомнить Те же самые Авиаперевозки В США Когда шла Сильная деградация Гражданских Авиаперевозок И она была Как раз Связана с тем Что в общем-то На авиаперевозки И сразу Стало падать Как бы Если кто-то Хочет Чтобы падали Тарифы Они должны Думать Несколько иначе Локомотив Здесь явно Ни при чем И в общем-то В структуре Расходов Все это Не так уже Важно Ну просто Представьте себе У вас выручка Два триллиона Два триллиона Я бы хотел себе Представить Да Но два триллиона Рублей Вы действительно Думаете Что 7-9 миллиардов Сильно волнует Как бы Тех у кого Выручка Два триллиона Рублей Я не думаю Но Что как бы Прибыль могла бы Быть выше Если бы не было Вот этих всех Непрофильных затрат А помимо Локомотива Их очень много Этих непрофильных затрат Но тем не менее Смотри Я согласен с тобой Что Скорее всего Изначально Уже Была история С тем что РЖД посчитала Что Локомотив Это достаточно Затратная Непрофильная Трата Для РЖД И они пытаются Каким то образом Снизить Эти самые затраты И в том числе Об этом сам Говорил Геркус Что РЖД Хочет Постепенно снижать Что Точнее наоборот Чтобы локомотив Сам зарабатывал Большую часть Бюджета Локомотива Потом собственно Пришел плутник С немцами Которые тоже Об этом сам Говорили О том Что им нужно Снижать нагрузку На РЖД Соответственно Повышать Ту часть Которую Они зарабатывают Сами И я уверен Что в ближайшем Будущем Эта история Повторится Если она Конечно Исчезла Из нашей повестки Дня Потому что Возможно Оно и Продолжается И по сей день Просто мы Не слышали Ничего От Нагорных Вообще Зачем он пришел И какая у него Миссия В локомотиве Ждем Не дождем Скажут Скажут Что там 3 миллиарда Рублей Мы готовы Тратить А 5 Не готовы Вот вы 2 миллиарда Пожалуйста Заработайте Сами И желательно Более-менее Надежно А не Не в Попытках Чтобы вам Тбау Платила По 2 миллиарда Рублей Как думаешь Вообще Насколько это Реально В нынешней Ситуации В нынешних В нынешней Обстановке Чтобы локомотив Например Пополам Зарабатывал сам А половину РЖД Давало Или сейчас Это просто невозможно И нам нужно Положиться на нашего Генерального спонсора И молиться О том Чтобы он не прекращал Денежный поток Не Ну В принципе Все вполне реально Ну то есть Ну как бы Проблема же В чем Да То есть Ну вернее как Мы же понимаем Прекрасно Что футбол Это как бы Просто лишь Одна Это один из видов Деятельности Который в принципе Может развиваться На коммерческих Основах Мы в общем-то Видим что В целом Нечто похожее Нечто такое Коммерчески ориентированно Привлекающая аудитория Сейчас Скажем так Параллельно Профессиональному футболу Разбивается Ты сам говорил Про медиалигу Значит на этом В общем-то Каким-то образом Зарабатывать деньги Можно И можно Привлекать людей И можно В общем-то Все это выводить в плюс Можно искать Соответственно Спонсоров Повышать внимание В конце концов Те же самые Те же самые Медиаправа За счет Конкуренции Между Этими Самыми Компаниями Которые Стриминговыми Северсами И соответственно Матч ТВ Она привела к тому Что телеправа Были проданы дороже Сейчас В общем-то Понятно Что в целом Нет смысла Приобретать Скажем так В таком количестве Легионеров Каком это было Раньше Потому что В общем-то Сами по себе Легионеры Мне кажется Это достаточно очевидно Они нужны были Российскому футболу Вот именно в том количестве В каком они были Для того Чтобы Быть конкурентоспособными На европейском уровне Потому что Собственных футболистов В общем-то Такого уровня Просто не хватало Да Ну понятно Что они были Просто необходимы В том числе Для того Чтобы внутрикомандная Конкуренция росла Для того Чтобы быть конкурентоспособными В Европе Чтобы закрывать Те позиции Которые просто Плохо представлены В клубе В силу того Что Самих по себе Российских игроков Таких нет Которые необходим А вот Сейчас такой необходимости нет. Мне кажется, что сейчас там те же самые потолки зарплат в клубах – это более реалистичная история. Сейчас как раз можно сфокусироваться на том, чтобы вот этот период, который есть, его использовать максимально скажем так, с пользой, как бы это там страшно не звучало в рамках текущих условий, просто чтобы научиться как раз жить в этом смысле посредством, потому что у тебя нет вот этого сильного давления, что мы там не конкурентоспособны европейским клубом. Можно перестроиться. Мне кажется, что сейчас как раз это стало даже еще более реально, потому что само по себе давление может сильно ослабнуть, потому что нет Еврокубков, не очень понятно, что будет со сборной, не очень понятно, мы остаемся в UEFA или уйдем там в азиатскую конференцию. Ситуация в этом смысле не определена. И наоборот, в общем-то, сейчас именно стать более от РЖД коммерчески автономными становится проще. Потому что когда огромные деньги пошли в российский футбол, это же было в том числе вызвано тем, что очень сильно хотелось в результатах на европейской арене не отставать от бегущих вперед Европы. Ну, я имею ввиду европейских клубов. Но сейчас как бы нет такой необходимости уже. Ну вот именно в моменте. И определенный период есть в том, чтобы как раз оздоровить ситуацию. Вот. Поэтому мне наоборот кажется, что это более реалистично стало. Понятно, что да, в текущих условиях, конечно, локомотиву, может быть, и нужны какие-то более высокооплачиваемые игроки, опытные, которые помогут ему в эту весну полностью себя страховать от вылета и так далее. От стыков. Вот. В моменте. Ну, а как бы, когда будут еврокубки? Ну, ситуация не определена совершенно. Даже если будет выработан определенный план по возвращению, может быть, это произойдет не в 24-м, не в 25-м году. Да, в 26-м году это произойдет. Даже если это будет установлено уже. Это все равно будет определенный... Это будет поэтапно происходить. Не так просто. Как бы, окей, там, та же самая азиатская конференция. Ну, а здесь мы действительно уверены, что нам требуются... Ну, что нам требуются игроки того же уровня, которые раньше играли в нашей лиге со стороны легионеров. Ну, то есть, не очень это понятно. То есть, сейчас можно как раз избавляться от вот этих вот грандиозных зарплат. Это не значит, что нужно вводить какие-то лимиты. Это просто говорит о том, что в целом, сама по себе стратегическая установка клуба сейчас может быть, ну, максимально адекватной. Потому что на тебя ничего не давит с точки зрения международной конкуренции. Ты как раз сейчас можешь финансово попытаться оздоровить всю эту историю. Да, придется обернуться в сторону локальных спонсоров. И это правильно. Может быть, придется всю футболку заклеить локальными спонсорскими ярлычками. Ну, ничего. А как бы, нужно осуществлять определенную экспансию в сторону болельщиков. Конечно, здесь есть сложности с части вот этого фанайди. Как бы, но... Как бы, другие тоже есть моменты. Давай сейчас поговорим как раз про то, что изменилось после 24-го. Выключи микрофон, пожалуйста. У меня сейчас большой блок будет. Сейчас поговорим про... Я никуда не ухожу, тебя слышу. Сейчас, секунду буквально. Смотрите, ребят, в чате. Я читаю все ваши комментарии. Если есть что-то, что я могу вплести прямо непосредственно в нашу беседу-дискуссию, я это делаю. Затем, впоследствии, я пройдусь по всем комментариям. Я вижу, что их не очень много, поэтому впоследствии я просто пройдусь стеной по всем комментариям, задам вопросы. Если что-то получится, да, там, уточню, по какой теме это все задавалось. Вот. Ну, в большинстве я читаю... Ну, в смысле, я читаю вообще все. Я понимаю контекст каждого сообщения. Так что не бойтесь, они никуда не уйдут. Но не все вопросы я могу вплести в тему беседы, останавливать собеседника просто для того, чтобы что-то ему сказать. Пока не хочу. Вот. Сейчас будем говорить про то, как изменился наш футбол после 24 февраля 2022 года. И самая, наверное, такая большая тема, которая сейчас идет на повестке на дня, это переход в Азиатскую конфедерацию. Вообще нужен, не нужен. Может ли он что-то дать футболу российскому. Вот. Соответственно, тоже хочу у тебя спросить, как ты к этому относишься. И в том числе с финансовой точки зрения, насколько это будет выгодно российскому футболу, если вдруг примут такое решение, что все, уходим в Азию. Или наоборот, это будет супер невыгодно, и никому не нужно повысить только затраты, и в конце концов... Честно говоря, я здесь затрудняюсь ответить, просто потому, что я не очень понимаю специфику азиатского футбола, я не очень знаю, какие там призовые дают за их собственные лиги чемпионов, какие там деньги крутятся и прочее. Но, скорее всего, это какой-то дополнительный источник как бы доходов для клубов потенциально здесь возможен. Что там касается взносов во все эти конференции, я не думаю, что они большие. В части UEFA это все более-менее известно, потому что понятно, что эти вопросы были изучены, они были на виду у всех, все об этом могли прочитать совершенно спокойно, потому что это громко обсуждалось. А в отношении Азии я просто, честно говоря, здесь затрудняюсь, я не знаю. Но, наверное, учитывая, что сейчас, в принципе, недостаток есть в части игровой практики, понятно, что в этом сезоне придумали другой формат Кубка России, но, в общем, как бы в целом мы понимаем, что в таком формате, скорее всего, он дальше существовать не будет. И будет, скорее всего, возвращение к прежней схеме, и нужно находить какие-то другие турниры, нужно стремиться к тому, чтобы искать какие-то другие источники дохода. Наверное, в этом плане это вполне возможная такая история. И, опять-таки, очень же многое зависит ни от нас, ни от нашего желания. Как бы, ну вот, могут встать в позу и сказать, что все, нет. Как бы, ну вот нет, и все. Когда-нибудь потом, там лет через 10, 20, 30, как бы, ну и что нам придется делать? Нам в любом случае придется переходить. Мы ничего с этим сделать уже не сможем. Правильно? Как бы, ну, это такая сложная ситуация для непосредственно нашей федерации футбола в этом плане. в отношении финансовой мне очень, правда, тяжело здесь что-то сказать. Я только вот вижу, только как вот дополнительный, может быть, источник дохода для клубов, которые начнут играть, соответственно, в международных турнирах, турнирах азиатских. Ну, смотри, у меня тут есть такая мысль, что призовые там, конечно, очень маленькие. Там призовой за победу в Азиатской Лиге Чемпионов он сравним с выходом там в групповой этап Лиги Европы. Вот. Это, конечно, ну, копейки, и эти призовые получат, там, не знаю, один клуб из всей нашей тусовки российских футбольных клубов. Вот. Но есть такая проблема, то, что сейчас мы варимся в собственном соку, мы все время играем с одними и теми же клубами, и, по сути, нету никакого стимула для того, чтобы там занимать первое место, и тем самым у болельщиков тоже нету большого стимула для того, чтобы следить за российским футболом. Еще в 22-м году многие говорили о том, что зачем я буду это смотреть, ну, типа, за что они бьются, за что они сражаются, за что они борются. Будет твой клуб вторым, восьмым или, там, пятнадцатым. Да, разницы по большому счету никакой нет. Ты все равно никуда не попадаешь, и ничего нового мы в следующем году не увидим. А потеря интереса, она, соответственно, ведет к потере средств, которые будут вкладываться так или иначе в российский футбол, ну, и, соответственно, к стагнации и к разрушению. Это, ну, мне кажется, что если европейский футбол для нас закрыт, то, ну, переход в Азию это хоть какое-то, да, попытка хоть какого-то спасения. Да, я с этим согласен, но опять, ты же сам понимаешь, что эта ситуация зависит не от нас. То есть, если есть возможность вернуться в Европейскую Федерацию к Еврокубкам, конечно, не нужно переходить в Азиатскую Лигу, ну, как бы, ну, в Азиатскую Федерацию. Но если, как бы, другого выхода уже не будет, ну, что делать еще? Как бы, ну, другого выхода просто не остается. Лучше, конечно, ну, самые интересные матчи, как ни крути, все больше всего следят за международными матчами. Каким бы они ни были, да, все равно там матч между, там, Локомотивом и Зенитом соберет меньше просмотров, чем, например, какой-нибудь, там, одна-восьмая Лиги Чемпионов, где участвует российский клуб, да, то есть, ну, пристальное внимание будет совершенно другое. Поэтому, ну, конечно, это так. Но опять, это просто то, что зависит не от нас. Поэтому, ну, что в финансовом плане, ну, наверное, да, вот это важный аспект, что, как бы, так как в вакууме варимся в собственном соку, то, соответственно, ну, меньше интереса к футболу как таковому. Второй момент, тоже ты его затронул, это падение зарплат, которое, возможно, произойдет вот из-за всей вот этой ситуации, и оно может произойти естественным путем, а, возможно, установление потолка зарплат. Вообще, веришь ли ты в такую штуку, как потолок зарплат, нужен ли он в российском футболе? И, ну, есть же такая тема, что российские футболисты получают овер до хрена, по крайней мере, в топовых клубах российской премьер-лиги, вот, и, ну, нужно ли каким-то образом снижать эти зарплаты, или, ну, все это ни к чему не придет? Ну, смотри, как бы, я считаю, что в целом, как бы, российские зарплаты в российском футболе действительно перегреты, что в целом, в среднем, российские игроки зарабатывают больше, чем тот уровень футбола, который они выдают, но, надо тут понимать, какие здесь причины. Ну, на мой взгляд, как бы, практически прямая причина того, что у российских игроков завышенной зарплаты, это наличие лимита на легионеров. Во всяком случае, это та причина, которая осуществила перегрев зарплаты еще, там, в 11-12 году, ну, и она, как бы, установила определенные планки, продолжала себя воспроизводить дальше. Как бы, какая здесь причина? У нас, в общем-то, опять, как я говорил, силу наличия, бюджетного финансирования, общий объем бюджетных средств распределяется между, условно, да, вот, просто представьте, я понимаю, что направление расходов больше содержанием профессиональных клубов. Если у вас расширяется, соответственно, содержание профессиональных клубов, у вас начинает в определенном смысле снижаться финансирование детско-юношеского футбола. Если это так, то, соответственно, потенциально меньше будет производить детско-юношеский футбол футболистов, которые пригодны для игры на профессиональном уровне. Мы просто не сможем с вами получать достаточное количество игроков для того, чтобы, в общем-то, клубы могли получать то качество, которое от них требуется, плюс, Плюс международная конкуренция, плюс игры в Еврокубках, плюс необходимость играть более-менее на уровне различного рода европейских лиг и прочее, 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 да? Соответственно, с одной стороны, у тебя приток, ну, грубо говоря, бутылочная горлышко там, где у тебя приток, оно заужено, а с другой стороны, ты не можешь эти позиции, которые тебе провисают из-за того, что приток очень маленький непосредственно на этот самый российский рынок футболистов, да? Ты не можешь это компенсировать легионерами сходного качества, да, во всяком случае, такого, который был бы на уровне лиги нормальной. Соответственно, ты начинаешь конкурировать за тех игроков, которые могут быть даже не очень, ну, не очень, не суперхорошими, да, как бы, и это раздувает зарплаты. То есть, это, как бы, тот эффект, который вполне себе проявляется в футболе. Это чистой воды эффект, связанный с протекционизмом. Всегда, грубо говоря, то, что касается поддержки отечественного производителя, является дискриминацией отечественного потребителя. Вот, но это всегда так. То есть, если ты хочешь поддерживать автоваз и вводишь высокий уровень там возных импортных пошлин на автомобили, которые производятся в других странах, и при этом субсидируешь автоваз, да, ты делаешь более доступную продукцию автоваза, соответственно, на нее увеличивается спрос, но, с другой стороны, ты делаешь менее доступную другую продукцию и приходится выбирать из-за того, что хуже качество, да, просто потому что за то, что лучше, ты не можешь заплатить. Вот, или там квотирование идет, ты, в принципе, не можешь это купить. И здесь очень похожий эффект. Вот, я не считаю, что искажение, которое порождено, в общем-то, тем, что касается административных мер, можно вылечить другой административной мерой, такой, как потолок зарплат. И именно если мы говорим об общем потолке зарплат на уровне лиги, мне представляется, что это как раз-таки та самая история, которая целиком полностью должна быть в ведении клуба. То есть клуб, исходя из своих собственных финансовых целей, должен устанавливать тот потолок зарплат, который он для себя считает премиумом, учитывая его финансовую ситуацию. Да, но все равно останется такие клубы, как «Зенит», который, а у нас будет потолок зарплат в районе 5 миллионов евро в год, соответственно, захотят они получить Артема Карпукаса, Валима Ракова или кого угодно, они выставят зарплату в 4 раза больше, чем может дать «Локомотив». Это все правда, это все правда, да. Ну, как бы, это же, мне кажется, что здесь нельзя смешивать все эти проблемы друг с другом. Мне кажется, что это все-таки проблема совсем другого порядка, ну, нужно, там, тот же самый «Зенит» заставлять. Ну, как бы, это опять, да, то есть, в чем же смысл финансового фейерплея, он, в принципе, нормальный. Он заключается в том, что, как бы, клубы не должны тратить больше, чем они зарабатывают. Это нормальная идея, в принципе, правильно? И, как бы, очевидно, что если ты являешься клубом, который, в общем-то, финансируется непосредственно «Газпромом», там, скажем так, как это, помнишь, «Маннибол», да, есть супер, есть крутые клубы, потом следует, там, большая куча дерьма, а потом мы, да. Вот, но тут же именно такая же история возникает в части «Зенита», да, что это то, что находится там совершенно высоко, и там небожители. Понятно, что это не, там, уровень «Сити» или, там, я не знаю, «ПСЖ», но для российского футбола это очень высокий уровень, да, и зарплаты, и трансферы, соответственно, они совершенно другого уровня могут проходить. Но ведь, как бы, здесь же тоже все зависит от того, какой у тебя дизайн в части возможностей у клуба. Если, как бы, они могут брать и просто необходимую сумму авансированную получать, ну, наверное, они не могут играть по честным правилам, правильно? У них есть доступ к кошельку, и они этот кошелек будут использовать. А по, естественно, причинам зарплаты будут сейчас снижаться, падать? Я думаю, что да. Ну, я думаю, что они даже в «Зените» могут упасть сейчас. То есть, ну, опять, смотрите, мне, в принципе, кажется, что сама по себе история «Зенита», как такого флагманского спортивного проекта «Газпрома», она в первую очередь была связана все же с определенным международным престижем. Что «Зенит» – это главный российский клуб, ну, как бы, в восприятии «Газпрома», что это чемпион России вот уже несколько сезонов подряд, что это команда, которая когда-то выиграла и кубок, и, по-моему, у них же суперкубок у ЕФА, да, выиграли. Это команда, которая регулярно участвует в Еврокубках. Это такое вот, господи, национальное достояние, да. Вот, как и сам «Газпром». То, в общем-то, сейчас не очень понятно, для чего все это поддерживать. Понятно, что, как бы, по инерции сейчас все ведут себя так, как будто бы ничего не случилось, да. Это как вот тот самый мем, а что случилось, да. Вот, они все себя ведут абсолютно так же. Очень многие клубы так себе продолжают пока еще вести. Но это инерционная история, которая вполне объяснима, потому что, в общем-то, ну, как бы, никто не был к этому готов. Нужно время, чтобы к этому адаптировались, нужно время, чтобы это переосмыслили. И все равно, мне кажется, рано или поздно, если эта ситуация будет продолжать себя воспроизвести в том виде, в каком она существует сейчас, в общем-то, ну, станет понятно, что, ну, нужны бразильцы в таком количестве, особенно такие дорогие, тому же самому «Зениту». Они это поймут. И самим бразильцам мотивации особой там оставаться не будет. Я думаю, что, как бы, деньги деньгами, но когда ты себя на международной арене практически никак не рекомендуешь, ну, наверное, это не очень интересно. Если только не возьмут и не заплатят еще больше. Зачем эта витрина, на которую никто не смотрит? Поэтому, в принципе, в это я могу поверить. То, что у клубов будут возникать определенные финансовые проблемы, как бы, ну, это достаточно очевидно. Есть и санкционные определенные ограничения. Есть и в том числе со стороны «Зенита» выпадение экспортных доходов, потому что понятно, что сейчас экспорт газа – это огромная сложность для России. Понятно, что это можно пережить год, но вряд ли это можно пережить, там, 2-3-5 лет, да, если ты ничего не делаешь. Значит, нужны инфраструктурные затраты. Значит, тебе требуется, как бы, вести трубу в сторону Азии для того, чтобы наращивать свои экспортные потоки. Сейчас ты не можешь взять и просто перенаправить тот газ, который ты по трубе подставлял в Европу, в Азию, да, в отличие от нефти. Нефть перегрузил на танкеры, они теперь плывут не в Роттердам и в Августу, они теперь плывут в Гуджарат, и там сгружается. Теперь основной рынок сбыта, и все нормально. Многие там говорят про то, что упала цена российской нефти, она на самом деле нифига не упала, просто считают ее по тем портам, где она сейчас почти не торгуется. А с газом ты так не сделаешь, он по трубе идет. Ну да, есть СПГ, но у тебя нет СПГ-танкеров, СПГ-инфраструктуры тоже. Тебе нужно все это дело переворачивать. Для этого нужны инвестиции. И как бы у Газпрома тоже возникнут определенные проблемы в этом отношении. Поэтому в целом я в это могу поверить, я могу поверить, что зарплата начнут снижаться сами по себе. Ну а пока идет чистый водоиндационный сценарий, что все делают вид, как будто бы ничего не произошло, и все продолжают вариться в тех же самых границах, в которых они раньше существовали. Ну кроме локомотива, конечно, который вынужден перестраиваться еще раз после того, как затеял перестройку. Но как бы может быть этого не произойдет. Я как бы не гадалка, я не предвидец, я не знаю, что будет дальше. Но в целом такой сценарий возможен. Я не могу сказать, что он наиболее вероятен, но он вполне возможен. Слушай, а у меня из этой вот твоей постапокалиптической истории возникает вопрос. Вообще может ли случиться такая ситуация, что российский футбол будет примерно как в 90-е, пусть еще пущен на самотек, потому что в 90-е государство особенно на футбол внимания никакого не обращало. То есть да, в советское время футбол был чисто государственным. В 90-е, собственно, было вообще не до футбола. И сейчас, насколько я понимаю, государству тоже будет очень мало денег. А те, что есть, они будут направлены немножечко на другие сферы, на оборонную промышленность в основном. Вот и тоже будет, ну типа, а давайте-ка футбол как-нибудь сам по себе будет справляться. А у нас сейчас есть задачи посложнее. То есть может быть такое, что эта шоковая терапия, она тоже, вот как мы говорили про 90-е, что она будет вынужденной. Я на самом деле не думаю, что все как бы именно к 90-м сведется. Я в это не верю практически, потому что как ни крути, да, понятно, что есть так называемые оборонные нужды и все остальное, да. Но тем не менее, если посмотреть в целом на расходование бюджетов, бюджета, в общем-то, там по-прежнему огромное количество направлений траты расходов, которые, ну, никоим образом с так называемой, да, специальной военной никак не сопряжено. И все это продолжает выполняться. И, в общем-то, как бы, понятное дело, что в России много очень всего несовершенного. Но если говорить там про фискальные монетарные власти, они достаточно, ну, как бы, хороши. В том смысле, что они свое дело знают, умеют работать. Вот, в конце концов, они действительно, как бы, наполнены грамотными специалистами. Я не думаю, что совсем свернется вся история с футболом. Ну, а то, что там те же самые госкорпорации могут начать избавляться от непрофильных активов более активно, на мой взгляд, это вполне такая вот вероятная история. Не нужен ли будет всем футбол? Ну, нет, почему? Я думаю, что он будет нужен. Давайте будем честными. Спроса на российских игроков колоссального нет. Ну, нет такого, что, как бы, все хотят купить российских игроков. Сейчас вот там зенит закроется, и все тут же побежали покупать, там, я не знаю, Кузяева, да, куда-нибудь его пристроить. Ну, как бы, я не уверен, что все игроки будут согласны идти играть в турецкую лигу. Ну, кто-то поедет, но я не уверен, что, как бы, всем, во-первых, найдется место, во-вторых, каждый согласится. Потому что, опять-таки, тут и переезд в другую страну, причем это не переезд, там, в Англию, да, это все-таки переезд в Турцию. Там климат поприятнее, но, в общем-то, страна не богаче России, да, и по, там, качеству институтов, по политическим определенным мотивам примерно то же самое, что и у нас. Вот, ну, так или иначе. Вот, как бы, поэтому очень возможно, что будет, как бы, общее, в принципе, понижение финансирования, ну, в силу, опять-таки, таких естественных причин. Конечно, это будет совершенно не 90-е, я думаю, что и государство также останется, так или иначе, во всем этом футболе, вот, но мне кажется, что, в целом, там могут, могут появляться какие-то совершенно спонтанные новые интересные штуки, которые мы даже не ожидаем увидеть. Просто потому, что нужно будет как-то вот этот интерес поддерживать, ну, и при этом, как бы, все в целом будет выглядеть совсем иначе, не так, как мы к этому привыкли, да, то есть, это будет такой своеобразный разворот, но, опять, ну, не 90-е, не поля наполовину в ямах и лужах, да, ну, такого, конечно, не будет, я в это просто не верю. Вот, но и, в целом, бюджеты могут, там, не знаю, в полтора-два раза могут просесть у клубов, в целом, ну, мне кажется, вполне вероятен такой сценарий. Давай завершаться, у меня еще будет пара вопросов по международному футболу, по всяким вещам, которые происходят в международном плане. Да я смотрю, ты тоже сам немножечко подустал. Давай, я пробегусь по вопросам зрителей, можешь отвечать коротко, можешь отвечать длинно, в общем, все, как у известного интервьюера, признанного иностранным агентом. Так, Хатайспорт снялся с чемпионата Турции, возвращаем ли Зе Луиша? Как тебе Зе Луиш? Ну, я не знаю, зачем, я не очень это понимаю, не надо. Ну, у нас уже есть Зе Луиш, вы что, ну какой Зе Луиш? Зачем? У нас есть Зе Луиш уже. Вы хотите еще один шок, медиашок хотите еще один, да, чтобы все еще раз обсуждали локомотив? Саша Малых пишет, что Лима лучше, чем Диара. Как тебе Лима, как тебе Диара и кто из них лучше? Лима лучше точно, все, это весь ответ, абсолютно согласен, Лима лучше. Рома Латыпов говорит о том, что между, соответственно, 2004 и 2018 были еще Леха Миранчука и Диньяр Беллидинов. Про Леху мы говорили, Беллидин его не вспоминали. Нравится ли тебе Диньяр? Нет, Диньяр хороший был футболист, но, в общем-то, у него какая-то странная была траектория для железнодорожников, в том числе и связанная с тем, как он вернулся после Англии. Спартак и Торпеда – замечательный клуб, чем тебе не нравится. Да, да. Ну, не знаю, как-то вот не сложилось у меня глубокой любви к Беллидинову, хотя он хороший был футболист, это правда, но какого-то такого… Ну, Измайлов тоже не очень долго играл, ну, не супердолго играл за локомотив. Но, тем не менее, мне кажется, что Измайлова все помнят и все о нем вспоминают, как о одном из самых талантливых игроков, который у нас играл. Ну, вот про Беллидинову у меня такого воспоминаний и впечатлений нет. Никита Тепляков вспомнил Чурлуку, говорит, что мега-топ. Ты как, Чарли, уважаешь? Мега-топ, мега-топ. Ну, тут вопрос. Когда увидел там фотографии, видео Чурлуки на последнем товарищескомате, что-нибудь ёкнуло? Ну, конечно. Нет, только у меня есть футболка там, где почти вся команда чемпионского сезона 2018 года расписалась. И там есть и автограф Чурлуки. Вау, повезло. И Юлия Павловича. Это вообще-то, да. И Рома Латыпов вспомнил Гильерми. Гильерми, как вообще вот эта вот связь времен с 2007, по-моему, он пришел 2008. Ну, 2007, да, он пришел и до нынешних времен, протянулся. Какие у тебя первые впечатления и эмоции от имени Гильерми? Не, ну, как бы сейчас-то, конечно, уже положительные, как бы исключительно, мне кажется. Вот. Ну, в целом, как бы, я всегда к нему хорошо относился. Мне вообще кажется, что вот как раз вратарии у нас, с вратарями нам как-то всегда более-менее везло. Ну, за исключением там определенного короткого периода времени. Но, в общем-то, с вратарями у нас всегда был порядок, мне кажется. Ты упоминал зимнее дерби со Спартаком, на который пошел с сыном. Вот Рус Ди Кей говорит, что вечер зимнего дерби сделал диджей. Еще не вспоминается про музыку, про диджея? Ну, мне просто, в принципе, нравилась атмосфера, когда падает, ну, темное небо, звезды и падает снег такими крупными-крупными хлопьями. И играет, соответственно, такая вот музыка, знаешь, типа Синхуэйва. Ну, прикольно было. Ну, я считаю, что как бы зимнее дерби, конечно, сделал этот, господи, я не знаю, как правильно сказать, транспортное средство специальное, которое, снегоуборочная машина, короче, которая в конце концов убрала, помогла убрать весь снег, потому что там все долго-долго чистили. Они только почистят, он снова выпадает. И только когда, как бы, вот уже выехал снегоуборщик, тогда все быстренько почистили. Но было забавно за всем этим наблюдать. И первый тайм, конечно, был вообще очень странным. Футбола никакого не было. Вот, а второй уже был поинтереснее. Ну, кстати, вот первый тайм, из-за того, что не было никакого футбола, тогдашний Спартак играл лучше, потому что футбол одеяло. Вот, потом, как бы, ну, мне кажется, Локомотив, ну, лучше отыграл второй тайм, поинтереснее стал. Фан пишет, что, по-моему, детям вообще ровно на это, на всякие семейные сектора, на то, что какие-то там удобства есть, на сосиски и прочее. Вот, я знаю, я как человек, который сам ходил на семейный сектор, я знаю, что дети делятся на две категории. Первый, это сидят на трибунке и внимательно, во-первых, смотрят на поле, а во-вторых, слушают, что кричат, кричит южная трибуна и переспрашивают у родителей. А вторые, они, наоборот, из-под трибунного помещения не выходят, они только с аниматорами играются, а взрослые просто в этот момент проводят время и смотрят футбол. Вот, во-первых, твой из каких, и, во-вторых, нравится ли ему активность, которая? Мой из первых как раз. Он сидит, он вообще не любит аниматоров, он сидит со мной рядом, он обсуждает все, что происходит на футболе. Он, когда забивает губнику, мать его папа, мы же не проиграем. Вот, он очень любит кричатки южной трибуны, и когда играет со Спартаком, он узнает ту самую кричалку, поворачивается ко мне и хидно улыбается. Вот, понимаешь, что происходит. Нет, он просто одержим футболом. То есть, я очень любил футбол, но даже я настолько сильно его, так сильно им не увлекался, как вот у меня сын. То есть, там, мне кажется, он уже больше меня раз в 30 знает об этом. Афанасий Борщ пишет про воронежский футбол, о том, что в Воронеже биток на трибунах, и то, что по финансовым результатам он был в плюсе еще до выхода РПЛ. Это было в контексте того, что, типа, в шоковой ситуации закроются региональные клубы, и будет к ним меньше интереса. Можешь ли прокомментировать? Не, ну, естественно, найдутся те клубы, в том числе региональные, которые смогут это пережить. Ну, мы же говорим, ну, давайте так, как бы, вот, шоковая ситуация в 90-е годы. Нашлись ли те люди, которые сумели заработать, не будучи богатыми, на начало 90-х? Ну, нашлись, да. Тем не менее, разве это отменяет тот факт, что в среднем люди в стране стали беднее? Нет, не отменяет. Ну, как бы, здесь такая же история. Да, безусловно, есть региональные клубы, которые себя, в общем-то, хорошо проявляют. Молодцы. Деби Тетя Бой говорит, разберите стратегию Геркуса в локу, он правильно шел и его сломали, или он шел неправильно и провалился. Почему Геркус в итоге покинул клуб? Ну, мы с тобой вроде как это обсудили, вот, я даже не знаю, как это еще прокомментировать. Окей. Ну, правда, у меня нет комментариев. Так, про как этой планкой управлять, это вот планка того, сколько может государство тратить на футбольный клуб. Министерство каждые полгода пересматривает сумму, от курса же зависит, внешнего рынка. Нелогичнее сделать что-то вроде материнского капитала, вот деньги, но потратить можешь только на образование или постройку жилья. Ну, что-то, ну, можно так сделать. Я же говорю, смотрите, как бы, я же просто говорю о том, что, как бы, это должен быть определенный постепенный поэтапный процесс. Вы требуете от меня готового дизайна. Если бы мне дали, соответственно, время и возможности продумать этот дизайн, я бы вам его готовый презентовал. У меня нет ни времени, ни, соответственно, соответствующего финансирования, чтобы сделать расчеты и сказать вам, какую планку устанавливать. Я могу сказать лишь о неком принципе. То есть, ну, это, знаешь, как в случае, как бы, есть такое предложение по борьбе с коррупцией, которое заключается в том, что, как бы, там нужно установить определенную планку, где, как бы, любой, и все об этом знают, все коррупционеры об этом знают, что любое нарушение, которое связано с, как бы, хищением и коррупционными сделками выше вот этой планки, оно очень строго и жестко наказывается. А потом ты начинаешь потихоньку понижать эту планку. Вот такой же принцип работает, что ты, наоборот, устанавливаешь планку достаточно высокую сначала, потом ее постепенно снижаешь. Я не говорю про раз в полгода, но, наверное, там разрабатывается определенный 5-7-летний план подобного рода перехода. И вперед, ну, как бы, потихонечку все это можно выработать. Вполне можно работать с этим, что, как бы, там, например, финансирование в части лишь расходов на трансферы, например. Может быть, и так, я не знаю. Или, ну, я вообще считаю, что, как бы, здесь можно думать только... Ну, то есть, я вообще считаю, что, в принципе, все операционные расходы должны на себя брать клубы сами. Операционные расходы никак не должны быть связаны с финансированием государства. Все зарплаты, трансферы, все это и так далее. Вы должны быть полноценной коммерческой организацией, которая, в случае чего, может обратиться за, там, кредитными средствами и соответствующим траншем для того, чтобы осуществить закуп на трансферном рынке и так далее. Это пожалуйста. Но в отношении инфраструктурных проектов я, в принципе, вполне допускаю наличие госфинансирования. Здесь я не вижу чего-то ужасного, но только, как бы, нужно, чтобы это была такая сделка, которая осуществлялась, скажем так, совместным каким-то мероприятием. Ну, выделили деньги, например, на строительство базы хорошей футбольной для футбольного клуба. Ну, клуб может нормально тренироваться. За счет этого он может, например, какое-то взять определенное социальное обязательство перед государством. Можно это безвозмездно сделать. Ну, то есть, можно вернуть беспроцентно в течение определенного времени в рамках этой постройки. Или, там, получить за счет бюджета субсидируемый кредит какой-то. Ну, почему бы нет? То есть, вот что-то подобного рода я могу для себя представить. Вполне. И не считаю, что это что-то страшное. Конечно, хорошо бы, если бы, там, это все на частные средства находились. Но, вот, я не думаю, что в том же самом российском футболе быстро найдутся интересанты, которые такие средства могут авансировать. НХЛ решил вопрос, что богатые богатеют, бедные беднеют. Плюс-минус решил. Это закрытая лига. В футболе закрытые лиги вообще имеют право на существование? Я думаю, что... Не, в принципе, имеют право на существование. Но я не думаю, что уже в сложившихся условиях, в тех международных федерациях, которые мы видим, это возможно. Ну, вот. Закрытая лига. Ну, понимаешь, как бы... Просто... Давай так. Вот есть у нас хоккей. Для того, чтобы играть в хоккей, тебе нужны соответствующие погодные условия. Просто так во дворе в хоккей ты не поиграешь все равно. Ты можешь играть только зимой. Все равно тебе нужны коньки, тебе нужна клюшка, тебе нужна шайба. Достаточно специфический инвентарь. Что такое футбол? Футбол – это два портфеля положил, и банка или бутылка из-под колы. Начинаешь играть с пацанами. Или там какую-нибудь бамбучу сделал, и, соответственно, ее катаешь в переменах. Но это же правда так. То есть футбол – это такая очень общедоступная игра. Коль скоро это общедоступная игра, то, соответственно, в принципе, и вероятность наличия закрытой лиги и образования закрытой лиги в таком виде спорта крайне проблематична. Потому что высокая конкуренция идет между лигами. И, соответственно, у тебя сам по себе начинает увеличиваться рынок и количество участников, которые хотят непосредственно в эту лигу так или иначе попасть. Я не думаю, что в футболе, в принципе, закрытая лига, в сложившихся уже условиях европейского футбола, что она возможна. Я не думаю, что это, в принципе, вероятно. Мне не кажется, что это как бы то, что может произойти. В хоккее – да, окей. В футболе очень сомневаюсь. Желающих много. Дети Бой пишет, что если сообщество профессионалов в управленческой сфере футбольной – это закрытое сообщество, то оно будет делать все, чтобы и оставаться таким закрытым и, соответственно, обучение этих самых профессионалов проводить толком и некому. Это правда, это проблема, да. Но я считаю, что это настоящая проблема. И именно из-за этого как бы мы не видим… Ну, из-за этого вот у нас коммерциализация футбола идет быстрее, чем его профессионализация в части менеджмента. Из-за этого мы видим какое-то безумие на трансферном рынке, но при этом мы не видим, что начинают доминировать именно какие-то команды, которые пытаются в этом отношении… Ну, вернее, сама практика не начинает доминировать, которые пытаются в этом отношении не только какой-то сиюминутный спортивный результат достигать, но и достигать определенных долгосрочных результатов. То есть поддерживать достаточно высокую планку на протяжении большого количества сезонов и так далее, за счет финансовой устойчивости в том числе. Малых пишет о том, что вот ты спрашивал у меня, кто мог из старичков остаться в период, когда приходили немцы. Он говорит о том, что надо было оставлять Коченкова, потому что Гильерме сломался, и у нас вышел молодой Худюков, а Коченкова мы отправили в Освояси, хотя вратарь опытный и мог закрыть эту позицию, и, может быть, потеряли бы меньше очков, чем потеряли. Надо брать Лантратову было просто. Ну, это тоже вариант. РусДикей говорит о том, что в РЖД могли знать, конкретно Плутник мог знать, что случится в феврале, потому что госкомпании начали готовиться еще в 2021 году к событиям февраля. Ну, тогда совсем не очень логично, для чего вообще в принципе вести, в общем-то, стратегию так, как ее, в общем-то, в конце концов проводили. Не очень понятно, для чего покупать иностранных игроков. Недооценили риски, но... Ой. Секундочку, что-то пошло не так. Внезапное отключение стрима. Сейчас попробуем переподключиться. Алло, алло. Да-да-да, у тебя пропала камера. Сейчас, подожди. У меня вообще все пропало. Стрим-то идет вообще? Да, стрим идет. У меня почему-то Дискорд решил, что он больше не собирается работать. Я просто считаю, что очень нелогичное действие тогда в принципе локомотива в части трансферной политики, привлечения тренеров. Ну, тогда Николича тогда точно нужно оставлять, согласитесь. Приглашать Гизделя, нового человека, который непонятно, как на это все отреагирует, это очень странно. У которого нет никаких еще крепких эмоциональных связей с клубом. Только если не предположить, что заказчиком был Игорь Робинер, который напишет, как убивали локомотив. Вот. Так, я сейчас тут... Стратегия имею в виду. С камерой проблемы на стриме. Сейчас, одну секунду. Почему-то она сбилась. Не, не хочет. Ну, тогда без моего лица постримим дальше. Все равно уже практически заканчиваем. У меня такое бывало, когда стрим я веду, как бы камера просто, видимо, устает через какое-то время. Ну, она как бы... Тебя... Ну, ты же меня видишь. Она почему-то на стрим перестала... А, дикот. На стрим перестала водиться. Ты у меня выведен, а я не выведен. Хотя это, по сути, один и тот же Дискорд. Одно и то же окно Дискорда. Понятно. Вот. Но это мне надо сейчас заново захватывать. Может, это ОБС? Нет, не знаешь. Заново захватывать, заново вырезать. Не хочу. Я думаю, что это ОБС. ОБС, скорее всего. Да, конечно, ОБС. Так. Дегор, мы сейчас уже быстренько заканчиваем, потому что по вопросам мы подходим к концу. Так, говорят о том, что тот же Саша Малых говорит о том, что сейчас еще проблема усугубляется в плане финансирования тем, что до этого у нас была Лига Чемпионов, а это все-таки достаточно большие доходы. У нас было по 20-30 миллионов в год, которые мы получали. Сейчас этих 20-30 миллионов нету, и не будет еще какое-то достаточно долгое время. Соответственно, тоже нужно думать, где их добывать. Это чистая правда, да? Все так. Я поэтому тебе и сказал, что, как бы, возможный переход в Азиатскую Федерацию, ну, в каком-то смысле решит эту проблему. Но если там призовые очень маленькие, конечно, о чем здесь речь? Еще Саша Малых спрашивает, Гильерми или Худяков? Тебе вот кто больше нравится? Живоглядов. Живоглядов. Это шутка. Это что? Дальше тут какие-то странные аббревиатуры, которые я не понимаю, но, может быть, ты понимаешь. Ну, точнее, неужели в РЖД ни у кого нет KPI на CIR? А дальше KPI или OKR. Что это вообще все значит? Ну, нет, что такое KPI я знаю. Это CIR. Я, честно говоря, с таким языком. Я думаю, что это какие-то конкретные менеджерские показатели. Они, возможно, связаны с финансовой отчетностью, но это не моя специфика. Я экономическим ростом занимаюсь вообще. Окей. Рус Ди Кей. Таким болельщикам, которые не понимают, за что сейчас играют футболисты в России, можно привести контрпример. За что борются в НБА или НХЛ? Кроме Перстня там ничего не дадут. Команда никуда не пройдет. Можно ли вообще, в принципе, такую модель применять для российского чемпионата, закрытого, который ни за что не борется, типа, само по себе? Слушайте, ну, вы сами приводите, в пример, НБА, вы сами приводите, в пример, там, НХЛ или, там, НФЛ, да, НФЛ, да, НФЛ называется, НФЛ, вот, футбольная, которая лига у них, или МЛС, например, да. Ну, как бы, ладно, МЛС, это все-таки такая более теневая история, ну, в смысле, она теневая в том смысле, что она в тени, там, футбола европейского находится, да, но что НБА, то и, в общем-то, НХЛ, как и НФЛ, это, скажем так, такие лиги, в которые хотят попасть спортсмены со всех национальных чемпионатов мира. То есть, играть в НБА, играть в НХЛ, это верх, как бы, в принципе, карьерных определенных треков, да, это самое крутое. Мне кажется, что любой хоккеист вам скажет, что выиграть Кубок Стэнли круче, чем выиграть Олимпиаду или выиграть Чемпионат мира. Кроме Овечкина. А? Кроме Овечкина. Ну, я вот сколько слышал, очень многие говорят, что, как бы, самое крутое, это Кубок Стэнли, самое главное достижение. То есть, ну, если у вас, в принципе, настолько высоко находится вот эта лига закрытая, то, безусловно, как бы, понятно, почему, в общем-то, у всех баскетболистов или хоккеистов существует мотивация, помимо, в общем-то, внутреннего чемпионата, да, нигде, ну, почему у них сохраняется мотивация именно играть в внутреннем чемпионате и не участвовать нигде в международных историях. Потому что, ну, это и так международное соревнование, в принципе, только оно связано с, как бы, игроками со всего мира, но клубы просто все национальные. Ну, то есть, туда приезжают лучшие спортсмены мира. Ну, как бы, да, конечно, мотивация есть. Вы считаете то, что российский чемпионат такой же или может стать таким же по футболу? Давай тогда, буквально, вопрос про Суперлигу, которая сегодня, вчера снова стала актуальной, потому что они там выкатили какой-то очередной манифест, свои правила. Вообще, насколько ты считаешь, что требует мировой футбол реорганизации, что система Лиги чемпионов устарела, что гораздо больше денег можно заработать, создавая Суперлигу? Вообще, как ты к этому относишься? Хорошо отношусь к тому, что можно гораздо больше денег зарабатывать. Вот, к этому хорошо отношусь. Просто, на самом деле, ну, понимаете, Суперлига дело какое, что, в общем и целом, понятно, почему сам по себе этот проект появляется. С одной стороны, мы понимаем, что клубы, которые на слуху, клубы, которые наиболее известные и, соответственно, наиболее капитализированные, клубы, которые являются самыми дорогими на сегодняшний день, они из-за того, что в Еврокубке становятся более дифференцированными, да, и, соответственно, там начинают участвовать команды, менее, скажем так, известные, чем те же самые Гранды, они снижают общий, как бы, интерес, общий накал внутри, в целом, этих соревнований. И понятно, что получается, что здесь вот эти клубы, они определенные профиты не повышают. Ну, потому что, в конце концов, у вас там может сложиться полуфинал не тот, который будет более коммерчески интересен, да, с точки зрения зрительского внимания, а тот, который появился в силу, там, ну, определенного ранжира из-за того, что там много участников, из-за того, что там идет перетасовка, как бы, после одной восьмой, по-моему, да. Ну, да, случайные жеребьевки, которые могут обрабатывать легкие пары, а другой будет тяжелый. Интерес к соревнованию падает, понятно, что, как бы, клубы считают, что чего-то там они недополучают, и, соответственно, в их интересах создать какой-то такой суперэлитный чемпионат, там, да, или кубок, там, неважно, в данном случае, в котором будут самые сливки, самые топы, которые просто огромное зрительское внимание. И, в принципе, такое желание понятно, вот, и мне кажется, что оно оправданно, в общем-то, другое дело, что, ну, давайте так, несмотря на то, что я тут ратую очень часто за профессионализацию, коммерциализацию, ну, мы все-таки понимаем, что спорт – это то, что существует не только ради коммерческих целей. Я полагаю, что само по себе развитие спорта – это хорошо, вот, просто само по себе хорошо. Не потому, что кто-то за это деньги получает, не просто потому, что кто-то этим интересуется, ну, в том числе и потому, что, ну, например, это может быть таким важным социальным лифтом. Ну, например, в Аргентине, в Бразилии – это важный социальный лифт для человека, да, потому что там огромное количество мальчишек, которые родились в бедных семьях, смогли сильно исправить свое положение, да, вот во всей этой лестнице доходов, просто потому, что они хорошо умели катать мяч. Такие истории успеха, в принципе, нужны людям, потому что людям нужно во что-то хорошее, правильное верить, что может что-то, нечто похожее получиться. Как бы спорт – это, в конце концов, то, что трогает нас за эмоции, поэтому это должно существовать не только в угоду тем, кто, в общем-то, может на этом заработать деньги. Поэтому, с другой стороны, я понимаю, почему необходимо интегрировать большее количество различных клубов в международные соревнования. Это, в целом, будет способствовать развитию такого, ну, более локального спорта, да, то есть, ну, в менее там выдающихся федерациях и прочее-прочее, там, где можно действительно, будучи там командой не самой сильной лиги, да, выиграть Еврокубок, просто это будет кубок не Лиги Европы, а не там Лига Чемпионов, да, Лига Конференций. Вот, то есть, мне тоже понятна эта точка зрения в целом. Особенно она очень хорошо укладывается в современный вот этот вот тренд, связанный с тем, чтобы увеличивать представленность разного рода меньшинства, да, мы можем сказать, что как бы не топовые лиги, команды которых участвуют в Еврокубках, это тоже своего рода меньшинство. Вот, ну, я в целом к этому нормально отношусь в части именно вот участия в Еврокубках, почему бы нет? Я считаю, что это будет способствовать популяризации футбола именно локального, да, но от этого теряет как раз, наверное, футбол глобальный. Вот, и вполне возможно, что какой-то вариант, который балансирует интересы и тех, и других, вполне приемлем. Может быть, и не надо создавать суперлигу, может быть, стоит просто пересмотреть регламент там той же самой Лиги Чемпионов. Ну, регламент Лиги Чемпионов уже пересмотрен, нас ждешь и Царка с уже ближайшего будущего, когда будет случайным образом выбираться пара из огромной группы. Ну, понятно, я имею в виду, что, ну, как бы здесь ответов может быть много на самом деле, но опять понятно, почему клубы об этом говорят, почему клубы говорят про суперлигу. Но опять, здесь от меня требуется слишком комплексный ответ и слишком точный, а над этим надо очень глубоко и долго думать. Как бы я так сильно над этим не рефлексировал, ну, и как бы это сложный вопрос. Если бы он был простым, наверное, у всех были бы давно уже ответы. У многих давно уже есть ответ на тон журналист Суперлига. Они его дали, выйдя на митинги в Англии. Довольно масштабные митинги были. Я думаю, что этот вопрос их интересовал примерно так же, как Brexit. Потому что футбол — это религия. Слушай, в этом межсезоне было потрачено огромное количество бабла на трансферы, и в том числе какие-то сумасшедшие деньги там на Мудрика, на Энца Фернандеса. Как думаешь, вообще это к чему приведет? Это придет к тому, что, не знаю, за миллиард будут кого-то покупать? Или в какой-то момент все это схлопнется, и, не знаю, все клубы обанкротятся из-за этих трансферов? Ну, смотрите, мы здесь все-таки находимся опять в ситуации, потому что не очень понятно, как будут себя дальше вести там футбольные чиновники. Насколько действительно тот же самый финансовый фэйрплей перестанет быть из красивой идеи, но превратится в полноценную процедуру? Если нечто похожее начнет действовать, то, безусловно, это будет способствовать тому, чтобы трансферный рынок переставал быть таким перегретым, каким он является прямо сейчас. Да, вполне возможно, что, да, там определенные клубы будут иметь очень существенные проблемы, связанные с этим, а могут некоторые клубы продолжать так же дальше действовать, функционировать. Вот, ну, то есть тут история такая, что она может очень по-разному вывернуть, и мне сложно определенно сказать. Я, честно говоря, не думаю, что будет трансфер за миллиард, не думаю, что это так. Холланда в итоге возьмет и выкупит за миллиард евро, ну, просто потому что должен такой футболист играть у нас. Нет, я понимаю эту идею, да, я ее слышал, также я слышал вот это вот, это же цитата, по-моему, да, что раньше никто не верил, что можно игрока купить за 100 миллионов, и вот эта реальность, также вот мы в какой-то момент времени достигнем и миллиарда, вот, ну, как бы, может быть, конечно, но не знаю, в общем, я в целом, у меня здесь позиция такая, я думаю, что, в общем-то, сейчас уже есть определенная заботчинность с перегревом транспортного рынка, поэтому я думаю, что вот эти все меры, которые, ну, например, сейчас вот на Ювентесе сказали, сейчас уже про Сити очень громко говорят, они не просто так в том числе возникают, потому что становится ясно, что, ну, как бы, что-то в этом не так. Более того, здесь несколько спортивная составляющая начинает уничтожаться, потому что, ну, в общем, мы понимаем, что, как бы, есть клубы, которые супербогатые, соответственно, могут себе позволить лучших игроков мира и теряется хоть какая-то конкурентная составляющая, да, в самой по себе лиге или, там, на международной арене, но даже если у тебя, там, условно, меняется, там, обладатель Кубка Лиги Чемпионов, да, как бы, тем не менее, если у тебя, там, за 20 лет меняется обладатель, ну, каждый год разный, но при этом это все происходит среди, там, трех-четырех клубов, ну, это все равно говорит не о самой высокой конкуренции, на самом деле, вот. Если про Лигу говорить, примерно то же самое, да, и понятно, что, как бы, этому будут противодействовать, я думаю, и поэтому, в общем, если раньше к этому относились, ну, закрывая глаза, то сейчас, я думаю, будет к этому намного более пристально. Особенно, на самом деле, в том числе здесь, как мне кажется, роль сыграла вот вся ситуация, которая с 24 февраля происходит, это может быть немножко неочевидно, но мне кажется, что, в принципе, для той же Британии, например, тот факт, что они стремились всеми силами стать финансовой столицей мира, и, соответственно, они достаточно легко легализовали доходы людей, которые заработали их не самым, деньги, которые заработали, да, не самым чистым путем, и, соответственно, в общем-то, достаточно легко давала все необходимые блага этим людям непосредственно, и можно было себя отлично и комфортно там чувствовать. И эта озабоченность сейчас есть у британского общества, мне представляется, что, вполне возможно, это может достаточно сильно на футбол, в том числе, наслоиться, ну вот, тем более, что там тем же Абрамовичем, если не говорить про, там, Челси, да, но про многих других футбольных, например, тренеров или функционеров британских, ну, высказывают недовольство. Клоп, например, очень-очень жестко высказывается про Абрамовича, если слышали и обращали внимание. Вот, у меня есть ощущение, что это будет так или иначе, ну, происходить, и будет какой-то вот процесс, который так или иначе вот этот вот перегрев трансферного рынка будет потихонечку снижать. Ну, мне так кажется. Может быть, все иначе, и мы увидим, что Сити продает холода за миллиард евро Реал Мадрид. Может быть, и так, конечно. Смотри, хочу закончить таким достаточно общим вопросом, не знаю, может быть, философски, может быть, у тебя есть какой-то прям конкретный ответ. Каково влияние такого явления, как футбол, такой игры, как футбол, которая игра миллиардов, на мировую экономику? В чем основное это самое влияние, в чем важность этого явления для мирового общества и мировой экономики? Да, ну, на самом деле, мне кажется, что сам по себе футбол, несмотря на то, что это достаточно такая значительная по своим масштабам индустрия, он на экономику непосредственно влияет достаточно слабо. Ну, понятно, что там мы можем посчитать, какую долю в мировом ВВП все это составляет с точки зрения именно годовых стоимостей, добавленных, которые создает футбол, и смежные там отрасли. Я думаю, что там будет достаточно хорошее значение, не маленькое, если мы мировой футбол посмотрим. Вот, понятное дело, что с этим же связаны там и контракты телевидения, с этим же связаны и спортивные марки, рекламные контракты, да, с этим же связаны и в том числе эти или иные некоммерческие инициативы. Все это, в общем-то, важно, но мне кажется, что футбол как был, так, в общем-то, и остается просто-напросто самым главным спортом для людей, у которых, в общем-то, может быть все, а может не быть ничего, понимаете? Вот для меня, мне кажется, что футбол прекрасен именно этим. Он очень инклюзивен с точки зрения вхождения в футбол, да, в него не так сложно вникнуть, у него не так сложно начать играть, ну, не на профессиональном уровне имеется в виду, а в принципе, да, вот, и при этом он на деле чудовищно сложен и очень глубок, если попытаться его начать изучать, понимать, разбираться в нем. В какой-то момент ты понимаешь то, что футбол можно описывать с позиции единовременных шахматы-карточной игры типа Magic, вот, со случайной выдачей и еще и какими-то вторжениями, связанными с погодными условиями, каким-нибудь эроганом. В какой-то момент ты можешь думать, что это действительно какая-то очень простая игра, в какой-то момент ты можешь как бы думать, что, ну, вот все шло к определенному закономерному результату, в конце концов закончилось иначе. Футбол – это социальный лифт, футбол – это история успеха, футбол – это то, что позволяет людям сильно отвлекаться от многих насущных трудностей и знать, что каждое воскресенье мы увидим матч и хотя бы на, там, три часа нам станет хорошо. Ну, я думаю, что это главная функция футбола, а какая там доля ВВП – это не так уж и важно. – Все, спасибо огромное, больше не буду тебя мучать. Отличный диалог получился, больше трех часов с тобой общались, как, собственно, я и анонсировал тебе. Спасибо большое, было очень приятно, надеюсь, что мы еще с тобой как-нибудь поболтаем, может быть, по поводу чемпионства локомотива. – Приглашай, с удовольствием, но я надеюсь, глупости не наговорил, я могу иногда и глупость сказать, это бывает. Вот, и надеюсь, тебе было интересно слушать. – Все, спасибо большое. – Все, пока, пока, всем до свидания. – Так, ребят, ребятошки, ребята, не знаю, что мне делать с моей собственной веб-камерой, просто вдруг решила перестать захватываться. Почему? Ничего не поменялось, а камера просто вдруг решила перестать захватываться. Сейчас, одну секунду, сейчас, пока, когда у нас уже нету Григория, могу себе позволить немножечко времени на это потратить. О, вернулась, смотрите-ка. Так, ну что, надеюсь, надеюсь, вы были рады, запись будет на YouTube, если кто не сначала или не до конца дослушал, то, соответственно, посмотрит, послушает. Рад был, действительно, рад был пригласить Григория. Многие темы, которые меня лично самого волновали, которые вот я думал, придумывал, но мне не было с кем обсудить вот из профессиональной сферы. Я сегодня озвучил, на многое получил ответы. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Если было интересно, поставьте лайк. Мы лайкосики все еще собираем. Вот. Ну и до встречи теперь уже, наверное, в воскресенье, когда будем играть с Уралом. Интересный товарняк. Дзюба приехал, будет весело. Вот Никита Тепляков, отойдя немного от всех глобальных тем, на какую позицию может быть приобретен футболист на предстоящей неделе. Мое мнение, что нужен качественный центральный полузащитник бокс-то-бокс. Куликову хочется видеть пореже, при этом сильно не наваливать ответственность на Щетинина и плавно подводить к основе места Ракова в атаке. Полностью с вами согласен. На данный момент кажется то, что позиция центрального полузащитника, именно креативного, именно человека с пасом, именно человека, который может двигать атаку вперед, она не укомплектована, потому что есть Карпукас, есть Баринов, люди, на которых более-менее рассчитываем. Есть Мордишвили, который может много бегать, но вот именно человека, который может передачей продвинуть мяч вперед, на дриблинге пройти вперед или просто, есть такой термин, диктовать темп, вот такого человека у нас в команде нет. Если его получится приобрести, то супер, но я не верю в то, что в нынешних условиях Локомотив может себе позволить игрока с таким набором характеристик. Вот. Я подумаю еще насчет стриминга Лиги Чемпионов, там будут интересные матчи, но я пока, честно говоря, не уверен. Но после 15-го мы 100% с вами встретимся на отрезке между 15-м и, соответственно, 22-м, обсудим окончание межсезонья. Я постараюсь вот с Сашей Малых организовать тоже трансляцию, когда ему будет удобно. Тоже поговорим непосредственно о том, что он увидел в Дубае, что ему запомнилось, что ему кажется важным отметить и рассказать вам. Ну и просто поговорим о том, насколько мы готовы к Спартаку. Кто такой? Фернандеш? Ну, типа Фернандеша, да, наверное, что-то такое, человек, который и сохранить мяч, и со штрафного пробить, и передачу отдать, и подключиться в штрафную забить. Да, наверное, что-то типа Ману Фернандеша. Я, честно говоря, думал то, что, ну, Антон Миранчук может обладать такими качествами, но почему-то Антон вообще на продвижении мяча вперед сейчас не работает примерно никак. Это очень, очень это, очень это грустно. Все, ну, это примерно мои планы, естественно, следите за Телеграм, следите за чатиком. Планы меняются калейдоскопично. Я сейчас еще и буду активно думать насчет переезда в места, более подходящие для создания контента и стриминга, так что тоже, может быть, в какой-то момент пропаду. В любом случае, все новости в Телеграме. Все, спасибо огромное. Было, было очень круто. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok